Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 4 апреля 2016 года, выпуск номер 77. Всем привет. Время без 10.10 по Челябинску, и у нас для вас, как обычно, есть несколько громких тем. Нереально ускоряем сайт на WordPress. Нереально нативные CSS переменные. Нереальный российский микропроцессор Baikal T1. Погнали. Мне захотелось сейчас выключить запись прямо после этого. Ну вообще, да, у нас еще для вас есть несколько слов о нереальном хостинге. Я даже не знаю, Никита, может быть, добавит что-нибудь нереальное. Да нет, я-то наоборот хотел сказать, что он-то достаточно реальный. А, он реально крутой. Да. Ну тогда давай слушать. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер smarttape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу аренда VPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Ум-пу-рум. Ну и перейдем к нашим нереальным новостям, потому что сегодня прям круто. И блок-дизайн нас открывает новость с FastCodeDesign. Мы на нем смотрели на этом сайте новость про то, как дизайнеры протестуют против Трампа, если помнишь. Да, помню. Вот. И тут у них не по UX-у первая картинка, а на слайд-шоу. У них не по UX-у очень огромная реклама от Sense вначале, а так все нормально. У меня не очень огромная. У меня в одну строчечку от Ламоды. Но я догадываюсь, что она может быть реально гигантская. То есть, бывало, да, бывало. Так вот, статья такая. Гарвардская библиотека защищает самые редкие цвета в мире. Охренеть! Да, короче говоря, самые редкие цвета в живом исполнении теперь хранятся в библиотеке пигментов, так она называется. И она не включает в себя экстракты из жучков, металлы ядовитые и даже человеческие мумии. Ты имеешь в виду экстракт пачули вот этого? Практически, да. И алоэ вера. Там вот я сначала листаю слайд-шоу для наших дорогих зрителей. А слушайте, попробуйте просто представить. Тут действительно такая библиотека со стеклянными стенами, с кучей кондиционеров на крыше. Видимо, чтобы как-то про это, продохнуть там можно было во всем этом изобилии. И там такие стеллажи, индусы какие-то в них что-то кладут. Ну и там реально пробирки. Причем, я так понимаю, они не то, чтобы здесь музей устроили, потому что тут стекла все отсвечивает, ни хрена не видно. Их как бы хранят просто, чтобы хранить, чтобы были где-то. Ну да, здесь есть и другие крутые картинки. Введем чуть-чуть в курс дела. Это сейчас, вот в данное время, все цвета у нас at your fingertips. Прямо под рукой. Мы можем компьютерную программу любую запустить, пипетнуть откуда угодно цвет, прости господи. Зайти на сайт Pantone, посмотреть их все, и все понятно. Или даже вживую заказать какие-нибудь Pantone-овские книжки. Или вот эти, как это сказать, сэмплеры. Ну, на резиночке вот эти цветовые карточки тоже от того же Pantone. И просто любые цвета, так скажем, взять, попробовать с ними что-нибудь нарисовать, сделать и так далее. А раньше-то художникам, так скажем, Возрождения, Ренессанса, если угодно, им приходилось эти цвета доставать откуда-то. И какие-то краски были там реально редкими, какие-то нет. Я даже сказал, высирать приходилось. Ну, некоторые оттенки и высирать приходилось, согласен. Потому что редкие. Иногда кушать перед этим что-то особое приходилось. Жучков по унигу. Скорее всего, и мумии человеческие. Так вот, я просто еще вспоминаю сразу из моего любимого сериала «Элементарно». Там в конце первого сезона, когда он нашел свою возлюбленную, она была как раз художницей. И она рисовала типа суперредким желтым пигментом. И он типа это увидел. И так он выследил типа чувака, который я держал в заперти, потому что он ей покупал этот пигмент, а его можно купить только в двух магазинах в Нью-Йорке. Они их пробили, нашли чувака. Ну, короче, все круто. И то есть я тогда реально задумался об этом впервые, а второй раз я об этом задумался, когда эту тему увидел. Что типа реально многие картины, наверное, были, еще показывали свою статусность не только тем, какой художник ее нарисовал, а еще и какими цветами они нарисованы. Значит, там какой-нибудь пурпурный особый был, который только там Ван Гог себе мог позволить, потому что у него был или там дядя в Индии, или просто денег дохрена. Откуда там это брать? Ну, реально прикольно. И здесь там как раз и говорят, что был такой чувак Эдвард Форбс, историк искусства. Это не тот самый Форбс, который основал журнал. Мы посмотрели перед записью. Так вот, он как раз и был директором музея искусств в Гарварде с 1909 по 1944. То есть это библиотека, она именно имени его. Ну и типа вот там собраны очень-очень разные коллекции. Здесь есть ссылки именно на гарвардский сайт, что типа вот там туда-сюда приходите, смотрите. Две с половиной тысячи редких разных цветов там находятся. Я так думаю, что это еще только самые редкие оттенки. Может быть как-то и больше их на самом деле, но просто там знаешь какой-нибудь розово-клеверный там не хранится, потому что клевер по-прежнему везде растет там просто и все. У меня вот просто глядя на фотографии такой вопрос. Как бы колбы стоят, да, стеклянные, в которых вот эти цвета хранятся, и на которых наклеены наклейки такие старые очень, как на колбах с какими-то анализами, я не знаю. Да, да. И почему здесь нету кода уже современного, 16-ричного цвета? Чтобы я взял и пипет был. Да не, ну ты че. Я думаю, этим, так скажем, бумажечкам они аж желтые. Я думаю, они желтые не потому, что их распечатали на желтой бумаге, потому что они уже реально состарились. Не потому, что хипстеры их распечатали. Да, да, да. И бечевкой перевязали снизу, видишь, белой. И, кстати, бечевка-то новая, судя по всему. Видимо, их связали между собой, чтобы не уперли одну. А, кстати, если ты хочешь упереть, ты не сможешь ее перевязать. Это, возможно, какая-нибудь эльфийская веревка суперпрочная, там, туда-сюда. Нет, я так думаю, это еще сам Форбс в 1909 или... В 944-м делаете таблички. Тогда еще не знали, что будут цвета в 16-ти ричном формате представлять. Ну, понятно, прикольно. Так вот, здесь просто еще, кроме того, что... Ну, про саму суть, я хотел рассказать про несколько оттенков, история которых мне прям сильно понравилась. Кстати, делают не анализ ДНК, когда некоторые картины просвечивают на той, из чего сделаны цвета. А делают... Вот есть такая прям спектрометрия, называется Роман-спектрометрия. Видимо, в честь чувака. Named after Sir C.V. Роман. Короче, супер такая стереоскопия, которая там отдельными волнами какими-то... Хорошо, хоть не колонскопия. Да, да, проникает. Ну, здесь, конечно, инфракрасная хрень, на самом деле, не волны. Но, тем не менее, есть массовая спектрометрия, газовая хроматография и так далее. Электронные микроскопы. То есть разные анализы делают, чтобы понять, так это не так. И на самом деле, они даже в 2007 году выяснили, что одна картина там какая-то поддельная. Потому что вот особый красный цвет, который в ней использовался, выпустили только впервые, через 20 лет после смерти художника. Нифига себе. То есть там прям даже разоблачали, да. И вообще этот цвет называется Ferrari Red. Охренеть. Это прям прикольно. До сих пор вот такие. Ferrari Red. А интересно, Ferrari они чтят и соблюдают, именно этот красный используют или уже давно нет? Хороший вопрос. Мне кажется еще, что вот эти анализы не на каждом полотне можно сделать, потому что многие развалятся. Да, я думаю, со скобой не везде дадут сделать. То есть, возможно, многие коллекционеры, которые выкупают, они отдают на анализы. Просто, ну, они уже там, как это называется, филантроп? Или кто-то, кто задаром все делает, типа того. Не мизантроп, не путайте, да. Это немного другое. Так вот, здесь есть несколько описаний цветов, например, синтетический ультрамарин. Цвет был выведен в результате соревнования. То есть были чуваки еще в середине 19 века, которые соревновались по созданию именно синтетического ультрамарина, чтобы удешевить его стоимость, потому что его как бы, ну, не очень много. И вот выпустили такой синтетический, и у него особый цвет получился. Вот так вот. Мумийный коричневый. Это, не подумайте, не коричневые мамочки, нет? Да, да, это именно мумии, да. И между 18-19 веками был очень популярный пигмент, видимо, потому что грабили очень популярно египетские гробницы. Я не имею в виду, каждый сам ездил, а просто грабили гробницы и бинты вот эти вот. Из них экстракт был коричневый, как раз муми-браун, мамми-браун, если угодно. Бразильская древесина. Я думаю, это что-то около типа палисандра. Она сейчас используется для скрипок, луков, внимание, из которых стреляют. И супер high quality фёнича, мебели для очень дорогой. Ну, я думаю, типа палисандра розовый такой прикольный. Ты имеешь в виду луков вот из спортивных? Да, 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 да. Которые как феррайи стоят. Деревянных. Те, которые стоят как феррайи, мне кажется, они уже из пластика всяких сделаны. Синтетического ультрамарина, возможно, я не знаю. Ну да, здесь есть ещё ляпис-лазули цвет. И хреновина, которая его является собой, это типа лазурит, видимо, ляпис-то какой-то, я не знаю, ну, синий такой, прям насыщенно синяя хреновина. Я сейчас загуглил для наших зрителей, а слушатели... Ну, представьте себе, прям такое ночное небо. Там, причём ещё, когда я это гуглю, там сразу картинки анимешные, как на фоне космоса няшные девочки нарисованы. То есть там прям... Возможно, есть такой анимел у ляпис-лазули, допустим. Ну, может быть, да, может быть, потому что там ляпис-лазули Стивен Юниверс, вот такой вот есть. Так. Ну, камень красивый. Прям у него ещё жёлтые разводы, реально там как Млечный Путь, как Галактики, прям вообще. Такой мостик в научпоп небольшой. Ну, так вот, его только в Афганистане добывают, вот эту хреновую вот этот камень. И он иногда был дороже, чем золото. Окей. Да. Есть такой цвет Драконья Кровь. На самом деле добывается не из крови драконов, как вы поняли, а из ротан-пальм. Я не знаю, может быть, ротанговая пальма. Потому что, ну, я не нашёл на русском упоминание, но может быть ротанговая пальма. Но это целое семейство пальм, из которых вот его добывают. И кадмиевый жёлтый. Это, по-моему, как раз в Элементаре про этот жёлтый и говорили. Ну, кадми – это супер тяжёлый металл, он очень токсичный. И раньше им просто рисовали, и даже до 70-х в лего этих кирпичиках был кадми. Ну, а чё? Они же сейчас кичатся, что они очень, типа, для детей безболезненные, что даже если дети сожрут, им ничего не будут. Выйдет просто спокойно, и всё. Офигеть. Не отравится. Раньше, видимо... Можно было. Раньше уже ногами вперёд ребёночка уносили, просто и всё. Ну, так что вот такие вот разные цвета бывают. Занятно. Вот так вот немножечко, как я люблю говорить, приподняться над повседневностью и подумать о том, что вот сейчас все цвета мы можем прям пипетнуть, как мы уже говорим. А раньше-то их хрен достать было, и вот прям... И ты такой сидишь, и вот я хочу как бы рисовать, и я вот рисую сейчас пустыню, но мне вот быть жёлтый потемнее. И тебе с грязью приходилось мешать там, это потому что ты не мог позволить себе елоу охр какой-нибудь оттенок. И всё, такая беда. Мы как бы в этом подкасте уже с первой темы начали ностальгировать сразу. Да, да, у нас, видимо, уже всё. Кризис среднего возраста, 25 лет, сами понимаете. Кстати, о ностальгии. Переходим к следующей теме. Это тумблер-блог, ну, с кастомным, правда, доменом, контроль-два-дефиса-панель.com, панел, если угодно. Так вот, Стивен Коулс и Норман Хэтэвэй здесь пастят картинки. Не так часто, как, возможно, хотелось бы, хотя one day ago последняя была. Здесь собраны, так скажем, варианты каких-то цифровых интерфейсов. Интерфейсов в плане именно, что взаимодействие с машинами происходит через них. Из разного кино, какие-то арты и так далее. То есть кнопочки, всякие тумблерочки, вот такие штуковины очень собраны. И вот первая женщина, Office of the Future, называется, экспозиция, я так понимаю, в Нью-Йоркской ярмарке в 1964 году это было. Ну вот как вы, ребята, из офисов, пишите в комментариях, если это похоже на ваш офис сейчас. Ну да, в принципе, столы такие полукруглые. Столы полукруглые, маленький мониторчик такой. Мне знаешь, какая нравится, вот если забегая вперед, чуть-чуть проскролить вниз, так, скролить до руля такого, короче, дальше, чем кубрик, дальше, чем камеры. И вот там рулик такой от Mazda 1981 года, Mazda Cosmo. Да, да, оно прям, сразу хочется от агента Смита выезжать, если честно, на это. Да, да, да. И какое-то, оно вроде от агента Смита, а вроде как будто, знаешь, здесь Дарт Вейдер еще из четвертых звездных войн должен прийти. Из четвертых именно? Ну да. Ну в смысле понял. То есть самых-самых старых, да. И вот на такой тачке выезжать. Ну 1981 год, ну четвертый снимали в 1978, ну почти, почти. Он технически, он мог на все гонорары фильмов на такое уехать. Mazda Cosmo. Она еще космическая. Не, она правда крутая. За одним только исключением, она праворукая. Видите, видишь, да, коробка слева? Кстати, да. Ну да, ну нет, я прям хотел первые несколько посмотреть. Кстати, именно автомобильные крутые. Здесь есть Toyota Cricida какая-то 90-х. Ну там уже, я прям вспоминаю, как мы на озера ездили. Всей семьей. И не только семьей, с друзьями на девятке. Не на Toyota Cricida, как вы могли подумать. Но да. Она, кстати, судя по всему, леворукая, потому что здесь-то все-таки слева все. Видимо, европейка. Ну тут какой-то футуристическая хреновина. Это у Кубрика, что ли? Нет. Вулканический музей Цезарь Монрике Ланзарот Айланд, 66-68 год. Тут не совсем понятно вообще, что это такое. Карта мира какая-то, два компьютера, терминала для доступа и табуретка-клавиатура. Но я тебе сейчас скажу, что мне еще понравилось. Здесь Man in Space Disney, 1955 год. Очень как-то прям похоже. Смотря на то, что 1955 еще никто никуда не полетел, а прям как у Элона Маска Falcon 9. Нет, просто как бы стиль рисовки какой-то такой крутой, как будто они в 2016 году. Да, да. Я поэтому и говорю прям ну Disney одно слово. Видимо, чуваки тогда. Сейчас-то они Сидни и Звездные войны делают. И там стиль рисовки такой и остался. Да. Так, ну тут не очень интересно. Вот, кстати, как бы, так сказать, какая. Ну тут здесь 70-х Церн. Большой адронный коллайдер. Большая гигантская комната. Электрисити контрол рум. Смотри, прикольно. Пять телефонных трубок разных. И они именно в таких как бы модулях небольших что ли отдельных. Прям прикольно. В базах своих. Да, здесь кадр из фильма Tomorrowland. Видимо, это фильм Tomorrowland. Потому что фикшнл Дизни рум. И Mission Control Center. Ну здесь уже, да, так все вылезано. Там причем как будто УЗИ ребенка какой-то слева-сверху. Посмотри, какой-то рентгеновский снимок. Ну да. Тут гифка неинтересная. Я просто хотел дойти до... Ну, во-первых, здесь концепт Citroёна такой прикольный. Угу. И там реально в ногах калькулятор. Под под левым сидением. Видимо, пассажир может как-то... Ну это, я так понимаю, под левой ногой это сейфская. Нет, там написано Yes, that is a calculator in the door panel pull-out module. Охренеть. Нахрена он там непонятно, но здесь про него еще большая история про этот Citroёn. Почитайте, если хотите. А, вот, вот. Мне это понравилось как раз подборочка журнала в байт. Угу. 1982 года. Ладно, хрен бы с ним клавиатура с телефоном. Это я, допустим... Это LG-шные смартфоны какие-нибудь с выдвигающимися клавиатурами. Но здесь есть... Мне понравилось... Во-первых, дисочки такие гигантские. Угу. The Small Systems Journal. Я так понимаю, тогда еще дисков именно компакт-дисков не было. Возможно, только магнитные еще были. Лазерных не было. Но дело-то в том, что там есть маленькие-маленькие дискетки в часы вставляющиеся. Посмотри, на выпуске 1981 года был номер 6. Мне это прям SD-карточки маленькие напомнили. Но тут именно дискетки. Они не думали, что как бы будет другая, что полупроводники у нас заменят магнитные накопители. И прям маленькая дискетка и Apple Watch пол. Мне прям понравилось. Но мне еще нравится просто сам стиль. То есть прикольно. Здесь именно какие-то такие цвета используются вот для журнала действительно про IT. Ну да, они яркие, они яркие прям. И они еще все теплые. Здесь даже... Здесь даже и голубого-то нет. Здесь реально все цвета теплые. И даже тот голубой, который там на одном из типа электростанций, и там у него за окном, как у нас в Челябинске, дым, досвидос и всякая хрень, а на экране у него типа там экологически чистый город, который будет... И даже там голубой, он какой-то теплый. Это парадокс, конечно. Голубой не может быть теплым. Мы в блоке о дизайне уж как никто это понимаем. Ну да, прям... И смотри, у него там лента типа как перфолента. Как перфокарты, только вот перфолента с дырочками, с командами прям. Ну блин, это примерно, знаешь, очень круто. Какое-то вот навевает... Сразу должен на какое-то радио включить там Hello everyone! Вот такое. Да, да, но Fallout, короче. Говорят, только не четвертый, который говно. Ну ладно, напишите в комментариях, как вам эти картинки, как вам четвертый Fallout. Мы перейдем к следующей теме. Ну хорошая такая тема. Здесь некая Zoe Olsen написала письмо Тиму Куку. На Medium.com. Да, она, возможно, ему еще по почте переслала. Я думаю... Я сомневаюсь, что она ему по почте переслала только ссылку. Чекни, пожалуйста, я тут написал. Да, слушай, Тим, старина. Посмотри. Дорогой Тим Кук, я всего лишь обычная 15-летняя девочка, которая нравилась делать наброски столько, сколько она может... Я могу себе вспомнить. Мне так нравился мой iPad mini первого поколения, поэтому, когда вышел iPad Pro, я вдруг решила, что мне нужен апгрейд. Вот прям она, может, у родителей попросила как-то. Тут непонятно немножечко. Причем, iPad Pro, чтобы вы понимали, это реально здоровая дура. Ну, практически мой ноутбук 13-дюймовый. Недавно был в МВидео, посмотрел. Это не реклама МВидео. И если она 15-летняя девочка, он у нее не такой маленький, как у нее в левой руке. В левой руке у нее все-таки обычный iPad. Может быть, она, конечно, именно iPad Pro купила, который новый, 9,7 дюйма, формата обычного iPad. И это, возможно, расставило бы все точки над ездить с 23 марта, как раз после презентации, через два дня. Но она не пиарит модель конкретно Pro-шки вот этой. Она просто говорит, что iPad Pro. Ну, мне кажется, именно 9,7, потому что нарисовала она себя с 9,7 моделью. Так. Ну, так вот. И говорит, я прям такой крутой апгрейд. Когда пришел Apple Pencil, я прям вообще охренеть погрузилась там в рисование и так далее. И она прям, говорит, я, говорит, стала сразу рисовать намного круче. Начала рисовать нон-стопом. И она здесь прям такие обороты. И причем она пишет, я практически как бы и не любила рисовать. А вот именно на iPad Pro я сразу научилась. И она реально неплохие рисунки. рисует. Ну да, круто. То есть, как бы, иногда закрадывается, что мнение, что Тим Кук сам написал себе это письмо и сам на него ответил, потому что какая-то прям, да. Сам нарисовал, думаешь, такую девочку? Она причем, говорит, мне даже не... прошло не так много времени, и меня в интернете заметили, и какая-то женщина попросила меня нарисовать иллюстрации к ее детской книжке. Вот там, где свинки, да? Да, то есть от того, как она говорит, я вообще типа не рисовала, она уже коммерческой деятельностью начала заниматься и нарисовала иллюстрации книги The Manor's Pig. Охренеть можно. Ты представляешь, ты сидишь, и ты реально через месяц хоп и нарисовал. Да, это сразу, как вот на блоге Три Хаосов, у них постоянно есть статьи, типа, там, опять же, Тим, Тим, из простого, там, бомжа, он стал супер дизайнером, только с Три Хаосом. Да, да, вот такое вот. Как в том анекдоте, как работа? Ну, отличная работа, но как пожар, так хоть увольняйся. Вот тут то же самое. Именно, причем, она еще жирным выделяет, что iPad Pro и Apple Pencil только сделали меня профессиональной художницей. Реальные краски, типа, грязные, там, все, надо мараться. Вакуум синтик просто говно, слишком большое, дорогое. Ну, прям, модель бы еще назвала, какие вакуум синтики хреновые. Ну, хотя синтик, это там тоже не очень-то их много, там, семейство небольшое. И прям вот iPad Pro это самое крутое. Первый, он легкий, портабельный. Портабельный. На хрене. Удобный, короче говоря, переносимый. И прям, она 33 иллюстрации всего за два месяца нарисовала. Ну, нет, два месяца. Значит, все-таки она оригинальный iPad Pro брала, потому что давно это было, новый-то вышел, недавно, два месяца еще не успела пройти. Вот она такую планетку нарисовала. Мне кажется, это Звезда Смерти. Вот это вот, видишь, вот этот кратер большой, это как раз как место, из которого она стреляла. Ну, ладно, у нас тут чуть-чуть тема Звездных Войнов идет по темам, простите за тавтологию. Так. Так вот, именно Apple Pencil удобный. Говорит, обычные карандаши, у меня руки болели. От Apple Pencil ничего не болит, прям круто. Приложение Pro Create это вообще супер лучшее. Мне, говорит, никак Photoshop не нравился, а в Pro Create и все так круто. Я, и на iPad Mini им пользовалась, а тут прям я в тысячу раз больше люблю. И вот, смотри, она ниггершу фею нарисовала. Блин, выглядит как реклама не только iPad Pro, но еще и Pro Create. Так, естественно, тут все как-то прям вообще. И, говорит, в итоге просто iPad Pro мне заменим и ноутбук, и скетчбук, и родители, и все мои холсты, и все мои краски, и кисточки, и все карандаши, и ручки, и вообще все прям. Видишь, она показывает, что у нее в одной руке кисти краски, а в другой Apple Pencil. Вот они, художники нового поколения, миллениалы. Прям даже как-то это страшно. Ну и типа все ваше, Зои Олсен. Смотрите там, что кого. Я смотрю комментарии самое главное, ни одного не написало, что Тим Кук, ты давай залогинься, во-первых, а во-вторых, что ты абсолютно все поддерживаешь, что ты молодец там, и все у тебя круто, у тебя талант. Да уж. У нас бы на хабр-хабре обосрали. Конечно, засрали, причем еще бы каждый ее коммент авторский еще тоже здесь задаунвоитель на минус 500. Да, да, да. Ну короче, Тим Кук, я ответил Зоу, и спасибо, что поделилась, а твои скетчи просто прекрасные. Бест Тим Кук. Просто Тим, даже не Кук, просто Тим. Ахменить, то есть он достаточно коротким сообщением ответил, не то чтобы так же, как и Стив, Стив же тоже кого коротко всегда отвечал. То есть он прям марка держит, соблюдает, соблюдает. Вот такая у нас последняя новость была из дизайна. Круто, круто, вдохновенно достаточно. У нас сейчас, представишь, все слушатели и зрители начали рисовать, пошли купили iPad Pro. В первую очередь купили, потом у них у всех прорезался талант как зубки. Даже если они на заводе до этого работали. Да. Светские новости, казалось бы, следующий блок, и там сразу не то что светские, там сразу злые новости. Ну-ка. Перспективы софта, как закон играет против российских разработчиков. С отменой льгот IT-компании лишатся средств на развитие. Вот такие заголовки у нас на Forbes.ru. В общем, законодатели хотят отменить льготу по НДС при продаже программного обеспечения или обеспечения. Обеспечения. Перспектива более чем реальная. Закон уже принят в первом чтении. Эта мера во многом перечеркнет усилия российских разработчиков по замене базовых импортных IT-решений. То есть, практически импортозамещение нам обрезает. Да. Инициатива, к тому же, противоречит поручению Владимира Путина сохранить стабильность налоговой нагрузки вплоть до 2018 года. То есть, как бы, получается, что налоги-то попрут с ПО? Ну, попереть-то они попрут, но сейчас все перерегистрируют компанию из России где-нибудь на Кайманских островах. Ну да, в Калифорнии. И все. Там, где порно можно снимать. Вот да. Так вот, разработчики программных продуктов сейчас, кто не знает, освобождены от уплаты НДС при реализации ПО и баз данных. То есть, если ты продаешь базу данных телефонов, те, что нельзя, кстати, делать, ты, как бы, ее без НДС продаешь. Кроме того, для них установлены и действуют пониженные тарифы страховых взносов до 2016 года 14%, то есть, 2018-20, до 2019-28%. Да. То есть, в принципе-то, у нас разгуляет душа, по идее. Была бы, если бы соблюдались, соблюдались. Если пацаны не примут закон. И вот здесь очень сильно СКБ-контур хвалится тем, что у них с 2007 года по 2015 выросла выручка до 13 раз. 13 раз. То есть, только из-за этой хрени. Они, возможно, даже радовались, что в России все хорошо. Вот. Инициаторы законопроекта ратуют за то, чтобы устранить неравенство в налогообложении российских и иностранных организаций. То есть, дескать, мы с американцев это берем за ПО, а что это мы с наших-то не будем брать? Да, действительно. И увеличить поступление налога в бюджет. Но администрирование налога от иностранных производителей ПО только предстоит наладить. И, судя по всему, процесс затянется надолго. Так вот, немного экономики. Объем реализации российских программных продуктов в 2014 году составил 102 миллиарда рубасов. 102 и 1. Поправлю. Согласен, я как-то один потерял, как будто он у меня есть. Вот это его сам украл. Я не скажу, сейчас он у меня будет. Прибыль организации, которые владеют исключительными правами на ПО, 9,8 миллиардов рублей. Если бы льготы не было, сумма НДС к уплате с учетом возмещения налога по расходам на покупку имущества, аренду помещений и услугу связи, услуги связи превысила бы 14 миллиардов рублей. У организации не только не осталось бы прибыли, но и возник бы убыток свыше 4,2 миллиарда. То есть, они нам говорят о том, что если будет НДС вдруг с какого-то хрена введут его все-таки для наших чуваков, для распространения ПО, то мы, точнее разработчики ПО, они будут вообще в минус уходить. И как бы чуваки пишут, что вообще-то проблема в том, что у компаний разработчиков на оплату труда иной раз приходится до 90% затрат. То есть, платят программерам. Да уж. Это знаешь, меня напомнили, это в теории большого взрыва, мне кажется, 90% выходит на зарплату Шелдона, Пенни и Леонардо. Ну да, они по миллиону за серию получают, а Бернадетт и Эмми по 80 тысяч за серию. Да, да, да. Ну, Говард и Радж по 800, там тоже еще как бы много, но там по 80, это вообще досвидос. С учетом того, что Бернадетт типа играет такую супер доминирующую бабу, которая там... И она дохрена играет, самое главное. Ну, не во всех сериях она так уж дохрена, но в тех сериях, где она есть, она уж точно не меньше остальных играет. Но просто она не такое лицо, ее если вывести, то никто не перестанет смотреть. Да. Ну вот такая перспектива софта, как здесь написано. Посмотрим, что будет. Примут до конца, не примут, будем платить НДС. Вы, кстати, если вы продаете ПО, напишите в комментариях, как вы сейчас НДС. Ну, вообще я просто знаю точно, что почти все компании, которые просто другими всякими вещами торгуют, они всегда стараются вычитать НДС, платить с другими, у кого тоже НДС, чтобы на взаимозачете это делать. Причем, если в этом месяце уже учу... Учу... Тьфу, нахрен. Был учтен весь НДС, они говорят, давайте мы вас через две недели купим, потому что там у нас еще будет голый НДС, мы вон тоже там перезачтем туда-сюда, давайте вынам тогда задним числом, там вот это все. То есть это может повлечь за собой поднятие цен на российское полу? Ну, или просто говно, или просто уход там людей откуда-нибудь. Или в Америку будем продавать? Я думал, перерегистрацию в фирмных Каймановых островах все-таки. Ты имеешь в виду, пиратами станешь? Я, да, мне кажется, я даже в последнем личном подкасте, позволю себе пропиарить, рассуждал про то, что увеличили мрот, минимальный размер оплаты труда, а от него все штрафы по формуле считаются, и теперь все штрафы увеличились. И как бы, вроде бы, говорится, вроде бы залоголовок нормальный, типа, увеличен минимальный размер оплаты труда. Все такие, вау, круто, жить лучше будем. А на самом деле все пенсионные взносы, все налоги, все увеличивается из-за этого. И да, на самом деле только для того и увеличиваем. Ну ладно. Но у меня бы батя сказал, это хорошо, что русским штрафы подняли. Им надо, русским штрафы надо поднимать. Да, но... Окей, короче, Тесла получила 180 тысяч заказов на Model 3 в день презентации электрокара. Ты видишь, что у нас уже вторая новость с Форбса, чтобы это не знать. Это, возможно, мы рвемся туда, к верхушке. Согласен. Генеральный директор компании Tesla Motors, то есть сам Илон Маск, заявил, что его компания получила 180 тысяч заказов на новый седан Model 3 в течение суток, представляешь? То есть, чуваки сдали взнос тысячу баксов депазита, чтобы просто забронировать эту хрень. И, собственно, ждут до 2017, точнее, с 2017 года еще только начнут производство. Ну, может быть, там у них довольно быстрое производство. Ты имеешь в виду там соберу сразу тебя? По полгодика, может, там. Ну, не знаю. Я настолько далек от этого, что не знаю, но мне кажется, что если они в космос летают, то уж машины не точно быстро производить начнут. Да, но я просто напомню вам, что Tesla Car это полностью безопасный для экологии машины. Включая, я так понимаю, детали, наверное, как у Apple, там можно их сразу перерабатывать. Из картона ездят. Да, но они электрические. То есть, там нет бензика. Да, там нет бензина. И, я так понимаю, заправки, наверное, где-нибудь в Москве там одна какая-нибудь электрическая. Да, да, я не знаю насчет России. Вот в Баварии видал, а вот в Саксонии, например, не было. То есть, даже не у всех частей Германии ну, в Саксонии это восточная Германия, наша бывший Советский Союз практически. Бывшая ГДР. И там-то, там не такие богатые люди, там, ну, как бы их очень мало. А в Баварии прям на каждой парковке отдельные стойки с Теслами, причем и стоят и заряжаются. И там такие модные немцы в розовых лакостовских полах, как французы и с джемперком, который назад повязан. Прям вот именно я не шучу, так и было. Ну, кстати говоря, о богатых немцах в принципе сам электрокар будет составлять 35 тысяч баксов всего стоить. Это самая стартовая модель, то есть без магнитолы. Она, кстати, да, смешна. И без электронных стеклоподъемников на задних сиденьях. Ну, мы вот когда с Никитой в Америке бывали, там у нас на углу был авторынок и там поддержанная импреза 25 косарей стоила Субару. Да, то есть. То есть 35 тысяч это вполне себе обычные бабки для американцев. Кстати, Блумберг уточняет, что на данный момент заказов на новый электромобиль Тесла уже сделано больше, чем общий объем продаж предыдущих моделей вместе взятых. Я просто не знаю, просто у американцев по-моему же есть прикол, что не покупать моторы, а брать в типа ренд. Ну, не, в лизинг. В лизинг, да. покупать. Да, может быть, вы были в числе первых скольких 180 тысяч, да. Мы перейдем к инфографике от ProApple. Не от Apple, а ProApple. Почему не от Apple, потому что хреново сделано инфографикой. И тут как бы есть картиночка на сайте wire.com. Она достаточно хренового качества, но если ее открыть, в принципе, можно что-то разобрать. И тут представлено 556 айтемов. То есть, каких-то любых девайсов, включая всякие, я так понимаю, даже платы, даже вообще всякие там маленькие элементики, даже Apple Pencil, естественно, на этой инфографике есть. Можно посмотреть, как они по времени вниз, лента времени, так скажем, располагаются. И можно посмотреть аж с 1976 года, я так понимаю, это основание, да? Да, когда ты основанием, помнишь, логотип разбирали? Да, и до 2016. То есть, ну тут прям, очень плохое качество, я бы хотел, чтобы... Давай какой-нибудь, я бы хотел какую-нибудь хоть линию посмотреть, давай посмотрим линию, допустим. Давай ПО, или нет? ПО, ты имеешь в виду самую первую? Ну нет, ну давай ты предлагай, это все-таки твой блок новостей. Давай подумаем, давай подумаем. Ну можно самую понятную, это правую. Самую крайнюю. Это портативный, так скажем, девайс. Давай, давай, портативный. Еще бы мы знали, вот что за Apple какая-то хренотень, вот такие микроволновки видимо делали в 1908 году. Apple Liza, Liza 2, ну нет, это компьютеры. Да, Liza 2, это мы помним, что это в честь собственно дочки, которую сам Стив Джобс не принимал, там что-то не признал. Я помню историю. Это вот красный сектор, как в цирке, красный сектор это маки. Да, это маки. Фиолетовый сектор это буки. Как я понимаю, голубой это портативное устройство. То есть эти маки потом перерастут в собственно iMac. Прям в iMac, да. И он там вообще здоровый, там такие дуры в общем прикольно. Самое прикольное, знаешь где, в 1998 году маки, да, они вот именно такие голубые игрушечные, игрушечные. iMac Colors. Но это именно Стив Джобс вернулся и он именно их сделал такими типа дизайнерскими. И тогда же и началась эпоха Ренессанса в истории Apple. Слушай, можно как раз посмотреть, если про Ренессанс начали говорить, можно посмотреть самую правую, там где голубые, там где девайс именно мобильные. Начинается ипотика, можно смотреть, до ипода там всякая дичь какая-то была, MessagePad. Да. Что это такое, хрен поймем. Банда и пипис, вообще просто жесть. Имейл, причем и имейл мужской пол, мне так кажется. Жесть. Это какие-то quick take, это камера, у них даже фотоаппарат был, чтоб ты понимал. То есть прикольно, они что-то там делали свое, но это никто не знает, не помнит. MessagePad это Ньютон, я точно помню, что именно когда вернулся Стив Джобсон, сказал нет, все это говно, закрываем Ньютон, делаем новые портативные устройства и за 4 года он высрал айпод первый. 2001 год. Да, и на самом деле многие связывают, даже были документальные фильмы, что вообще вся революция Apple только из-за iPod произошла. А это случайно не тот iPod, который с Winchester? Ну конечно, они были с Winchester. Ну да, iPod Classic именно от оригинального iPod и пошел. Там еще колесо было не просто сенсорное, а еще кнопки сбоку, сбоку от сенсоров были со всех сторон. Я помню, долгое время на самом деле эти классики не убирали и вообще из продажи, из производства. А я, если не ошибаюсь, чуть ли не до сих пор можно купить. Охренеть. Давай вот я сейчас прям зайду на данный момент в apple.com slash music. И там даже не твердый накопитель. Кого? Там именно был жесткий диск на 180 гигов, в том-то и дело. Слышь, ты идешь, у тебя вращается что-то в кармане. Да, представляю. Я сейчас пытаюсь понять, где вообще, как iPod Touch найти. А там сейчас все хорошо, тебе только уже розовый телефон надо купить и не париться. Learn Mo, iPod Touch, iPod Nano на данный момент есть, и iPod Shuffle. Нет, все-таки Classic сняли с производства. Но уже, видимо, не берут его. Ну, так нет, видимо, просто у них уже сборочной линии не осталось на него. Именно там же реально жесткие диски. Как ты... Они их, возможно, даже и делали уже сами, потому что их никто больше и не делает. Я сейчас... Пока ты говоришь дальше... Ну, прикольно, интересный факт. Apple TV 2010 года самая первая, датирована. Действительно интересно. То есть, в принципе, такой вот девайс, который у нас в России никто не знает и не использует, а в Америке, кстати, по-любому, я просто более чем уверен, что в Америке вообще не проблема купить за 100 баксов ту хренотень и что-то там нажимать на ней. Поставить день в туалете и переключать на Netflix. Так, не 120, она сейчас до 69 упала. Сейчас вообще, да. Сейчас уже сейчас. Хотя сейчас она с пультиком сенсорным, и там можно в игры играть. Поэтому, возможно, in the living room сейчас поставили все-таки не в туалет. Кстати, да. Шестое поколение классика было дважды обновлено. 160 гигов в жесткий диск в последнем. И дата производства 2009, когда его сняли с производства хрен по-любому. Ну, он был, был, что-то жил. Я помню, мы на радиорынках даже ходили. Я не знаю, правда, с тобой или с кем-то другим. Может быть, даже еще в школе, еще до института. И мы ходили, их пытались взять. И там мы брали именно не iPod Classic, а он iPod Video тогда назывался. Это, кажется, пятое было поколение или какое-то еще. Четвертое было фото и пятое видео. Да, видимо, iPod Video. И, ну, и там был прям на 30 гигов. Мы хотели, прям вообще, ну, что-то так и не срослось. То ли он был битый, то ли там он не прошитый. Ну, сам, как на барахолке, что там покупать. Ну, вот да. Отлично. iPod Mini второго поколения у меня, между прочим, до сих пор есть. Это чуть ли не первый цветной iPod. Ну, да, здесь вот он именно цветной и нарисован. Потом он в Nano переделался в 2005 году, но вот с 2004 остался, только у меня на нем экран битый. И мне прямо сейчас вот в момент этого подкаста захотелось прям на AliExpress потратить 5 баксов заказать новый экран и возродить его. Я думал продать его сразу на Алисс. Так вот. Зачем продавать? На него залить какие-нибудь аудиокниги, сидеть, слушать просто в туалете. Опять же, раз уж мы про туалет начали говорить. Ну да, но вообще, в принципе, поностальгируйте, посмотрите инфографику. Там очень старые девайсы всякие, которые уже все забыли, но они очень грели всем карман, душу, сердце. Да. Но следующая тема, последняя в светских новостях. Новые легкие Яндекс.Карты с поиском в оффлайне для iOS и Android. В общем, мобильные Яндекс.Карты, которые у нас есть на телефонах, обновились 29 марта и стали легче, и самое главное, стали работать оффлайн. То есть... Знаешь, кто меня... Я быстро вклинился, и все. Кто мне первый эту новость сообщил? Ну как? Батя. Я просто к нему пришел тогда, мясо в четверг принес, он такой, ты знаешь, Саня, что Яндекс.Карты-то обновились. Я говорю, ну как бы... Ну а я по привычке жму обновить, у меня нету автоапдейта, я специально его отключил, чтобы знать, что обновляется хотя бы, чтобы пропускать это через свои руки. Я говорю, ну я нажал обновить, вроде, он говорит, ты что, они теперь там оффлайн, там все мало, трафика, бла-бла-бла-бла, я говорю, надо охренеть. И ты сразу открыл Торелла и записал эту новость к нам в подкаст? Нет, я ее потом встретил в рассылке Хабра-Хабра, где-то еще, и я такой, а, точно, батя же говорил, надо, значит, обсудить. Ну так вот, в оффлайн-режиме теперь можно искать адреса, топонимы и организации, то есть кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее, то есть в принципе все, что нужно на любом навигаторе, на любых картах. Так именно в оффлайн-режиме, в этом же мульке. В этом мульке. Но, что тебе для этого надо сделать? Взять, не пиар дубль гиса, как в дубль гисе, скачать карты этого города, которые тебе надо, и, собственно, искать в оффлайне, то есть ничего такого, но эта карта не будет до хрена весить, они очень кичатся этим, потому что, как Кичанова, они, короче, говорят, что всего лишь Москва занимает 144 мегабайта вместо 1,9 гига, и карта Питера, смотри, Питер-то побольше, 231 мегабайта. Питера и области, внимание, вся область, вместе 3 и 2, вместо 3 и 2. Ну я могу тебе так сказать, я сейчас открыл Яндекс-карты, Челябинская область вся 132 мегабайта. Ну, слушай, я, пожалуй, загружу. Да, да. Почему бы и нет? Прикольная тема, и самое главное, что они рассказывают, как они добились этого эффекта уменьшения, они все растровые картинки карт нахрен перевели в векторную. То есть, конечно, это не о том, что они фотографии мест, знаешь, переделали, там, где мужик упал на велосипеде. Тут-то нету, я думаю, Яндекс.Панорама, ну можно включить, но точно не будет оффлайн. Ну да, вот, а они именно вот эти все схематичные дороги, которые мы видим, типа не со спутника, а типа с... Да, да. Именно схематичные, да, они перевели в вектор. Ну вот прикольная тема, на самом деле, чуваки-то работают. Причем 144 мегабайта Москва вместо 1,9, да? Ты приназал вместо скольки? Я чуть прослушал. Ну, короче, прям разительно, чуть ли не в 10 раз, больше, чем в 10. Да, и самое главное, что вопрос, станет ли теперь это сильным конкурентом дубль МИСа? Напишите в комментариях, чем вы пользуетесь. Вопрос именно в том отношении, во-первых, Новосибирск против Москвы, если говорить про представительство, во-вторых, насколько у них полный справочник будет. Мне кажется, дубльгисты давно уже здесь сидят. Там сидят. Там даже вход показывают. Да, да, в дубльгисте даже входы показывают, и причем, чуть ли не кто-то же рассказывал, что прям ездит чувак и фиксируют, где входы. То есть, не то, что они там как-то искусственный интеллект написали, нет, это люди делают. В общем, охренеть, такой вот конкурент дубльгиста вырос случайно, пацаны пошли на рынок оффлайн-карт, можно, в принципе, в разработку приходить. Да, тут причем под шестым андроидом, Сиан и Генмод 13, карты скачиваются на внешнюю SD-кар. Пайл там появляется, но потом то ли не распаковывается, то ли еще что. На программу покажет лодинг Error и предлагает скачать заново. Раз 5 уже скачал, что-то там где-то не так с правами доступа, возможно, распаковщики. Пожалуйста, исправьте. Проблема людей с андроидом, наверное. Да, причем там ребята из Яндекса прям пытались это, это баг в 13-м Цианой, гений, там что-то до свидоса. Это маршмеллоу ваш дерьмовый, понятно. Да, видимо, в натуре можно переходить в разработку, тут в комментариях можно погрязнуть, там срутся. Первая наша тема, она же громкая тема, или, а нет, громкая тема у нас про CSS переменной, нет, здесь не громкая. Про CSS Flexbox. Для кого-то, может, она будет громкая, любят же Flexbox у нас? Flexbox любят, причем мы тоже его любили один момент и сняли видос про него, у нас на канале есть обзор на CSS Flexbox. Мне кажется, он до сих пор актуален, потому что там последний синтаксис разбирается. Тут прям Spock даже, и мистер Spock browsing the web on his tablet device. У него там планшетик такой прикольный. Возможно, iPad Pro с этого брали, у него в руке как раз Apple Pencil. Ну так вот, рассказывают о том, что 96% на данный момент типа поддержка браузера. Flexbox. Да, 82% именно без префиксов. И автор пишет, а автор пор тфу нахрен пор, пол Роберт Ллойд. Так вот, он пишет, что как бы было бы хреново для разработчиков его не использовать все еще с таким большим покрытием, так скажем. Ну и он говорит, вообще пока, как обычно, пока не попробуешь на реальном проекте какую-то новую такую фиговину, не поймешь, насколько это боль или не боль. Вот он решил попробовать в новых проектах, ну вот, из классических таких вещей, которые Flexbox делает очень простыми, типа вертикальное центрирование, одинаковая высота у колонок, все это есть там или легко очень сделать, или по дефолту уже сделано. Ну и он здесь говорит, что еще как раз стандарт CSS гридов практически уже за углом, прям скоро вообще очень круто все будет для верстальщиков. Ну он пишет, что вообще, типа, можете почитать на Mozilla крутой овервью, на CSS Strixie гайд, но я повторюсь еще раз, у нас на канале есть крутой видос, здесь в подсказках посмотрите, я теперь, кстати, опять делаю подсказки, не забываю, да, поэтому здесь вот нажмите справа на восклицательный знак, если пропустили, подсказочка в начале этой темы всплывала, если пропустили, зайдите туда и нажмите на видос отдельно еще. Так вот, здесь он рассказывает, что у нас, говорит, была проблема, я не знаю, где он там, для Израиля, для кого делал, направо вот этих вот, для языков, у которых справа налево пишется, там, говорит, надо это, с флексбоксом чуть-чуть колдовать, потому что по дефолту left-right, и говорит, атрибутами dir, а есть dir, в смысле direction, такой атрибут, в CSS, ну здесь сейчас будет конкретный пример, типа проверять направление, не очень понятно, как делать пункты меню, которые вправо сбиваются налево, ну сейчас, вот он, нелогичный justification, он пишет, что классический есть паттерн, типа сделать justify у вот этих четырех элементов, смотри первую демку, пункты меню, academy, command, intelligence, security, и у их контейнера сделать margin left after, и это значит, он, короче, вправо их прибьет, а слева, сколько останется, столько и будет марджином, ну тут прям вот, слушай, мне кажется, тут уже должна быть какая-нибудь JavaScript библиотека, какая-нибудь Arabian languages, которая все переделывает, вообще, да, он в конце говорит примерно об этом, но тем не менее, вот он, ну, дисплей flex сделал, и у хедера, и у H1, и NAVA, align items сделал center, кейнсборо, оказывается, есть такой background color, я даже не знал, CSS, прикольный синий цвет, хотя, чем он прикольный, он как Windows 95 выглядит, но тем и приколен, собственно, ну, короче говоря, если мы потом делаем все вправо, то все сбивается вправо, и это типа фу-фу-фу, поэтому надо делать вот такой вот, псевдо, класс, нет, псевдо атрибут, dir, direction, left to right, right to left, и делать не margin left after, а margin right after, и причем, что самое главное, ему не нравится, что надо это делать, что автоматически не выбирается, хотя, как бы, ну, очень много, когда мы пишем, там, медиазапросы какие-нибудь под такое делать, или что-то еще, ну, на мой взгляд, ничего в этом такого необычного нет, но да, вообще, можно было бы использовать правило justify self, для того, чтобы выбирать у конкретных них, влево или вправо, но justify self работает, только если флексбокс дочерних контейнеров, один и не больше, а здесь их, как бы, четыре, поэтому не сработает, поэтому надо писать именно justify content, ну, это так, просто, из, из тяжелых будней флексбокс юзеров, грубо говоря, все, если написать, ага, ну, тут еще, естественно, если просто сдвинуть вправо-влево, то границы будут слева, именно бордеры, вот эти беленькие, их тоже надо, естественно, на direction right to left, сделать не border left, border right, ну, это и так понятно, то есть это, это не флексбоксовская тема, это просто проблемы верстальщика, видимо, пока он верстал, ему показалось, так, слишком костыльным, он решил написать про эту статью, ну, да, ну, вот, вот, да, есть, такие, логические properties, как margin inline start, border inline start, они сейчас поддерживаются только в Firefox, автопрефиксер, автопрефиксер будет добавлять префиксы, мозг и вебкит, короче, их пока рано использовать, поэтому, да, здесь он написал еще апдейт, что один чувак уже написал видео туториал, по его статье, не Александр Гончаровский, нет, какой-то Крис Минник, причем у Криса Минника сайт на About Me сделан, помнишь, это, это прям, соу 2012, я бы сказал, там, фу, там лысая тварь в шляпе, хотя он не лысый, он просто очень короткострижен, но я уверен, что у него залысина под шляпой, прям смешно, когда вот эти все еще визитки делают на About Me, пишите в комментариях, как вам этот сайт, я помню, мы баловались этим, реально, вот, 2012, 2013 году, это было, типа, прикольно, а потом мы уже начали как-то и собственные сайты пробовать делать, не, у него там есть кнопка, визит мой веб-сайт, да я согласен, но зачем вот именно About Me, вот эти визитки, да, кнопка не работает, чтоб ты понимал, я зашел на, у него какая-то хрень там, видимо на Safari не работает, я жму и не происходит ничего, прекрасно вообще, кстати, я же тут собираюсь снять видос про Safari Technology Preview, хотел сегодня снять, не успел, у меня причем там почему-то про iPad Pro открылось, как-то так внезапно, не реклама, да, сейчас я вот About Me туда засуну, вдруг там сработает, а, это стартовая страница Apple, здесь еще по дефолту, да, 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 в Safari Developer Preview работает, видимо, там какая-то, это, не пойми, ничего, what's this, the best online training for beginners, о, он какие-то тренинги устраивает, для еще и для beginners, да, ой, ладно, выйдем от греха подальше, отсюда, в общем, вот такая статья про Flexbox, и причем, суть статьи в том, что типа, вот не все так однозначно, вот на right to left этих, надо еще пару свойств написать, ну, если уже хочется использовать Flexbox, это такая фигня вообще, мне, я вот, пишите в комментариях, используете ли вы его на реальных проектах, я до сих пор себе не разрешил, просто не могу и все, не люблю Flexbox, переменные в CSS, следующая тема, Frontender Magazine, CSS переменные, мы еще неделю назад хотели об этом поговорить, но не уложились в, в ранометраж, так скажем, кстати, мы сейчас вообще очень быстро идем, 49 минут всего в эфире, а уже разработка в середине. Представляешь, там нам чуваки не будут писать, что, а че, вы опять 2 часа? Да, хотя мы сейчас научпопом-то это, ударим, прям вам в научпопу вашу, нормально. Так вот, CSS переменные, более известные как кастомные CSS свойства, доступны в Chrome, начиная с 49 версии, они могут быть полезны для уменьшения количества повторяющегося кода CSS, создания впечатляющих эффектов, вроде смены тем на лету, и потенциально создания полифилов для будущих возможностей CSS. Супер, полифилы. Да, полные полифилы, как умброфилы. Хаос в CSS. Вот, кстати, ты, Никита, как говоришь, хаос или хаос? Я хаос говорю. Вот я говорю хаос, и я прям себя ощущаю стариком, который говорит газель. Да, 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 хаос это соосность. Ну, вот хаос почему-то. Обычная практика, короче, в последнее время, многие разработчики, стали использовать CSS при процессоре, типа, SAS или лес. SAS здесь опять заглавными буквами написано, я напоминаю чуваки именно, которые SAS евангелисты, у них бомбит, когда SAS неправильно пишет, надо писать просто S заглавный, и S с маленькой после этого. Так вот, видимо, они хотят, чтобы S особенно было выделено как-то. А может быть, они не хотят просто под лес косить, лес-то все большой. Тоже, согласен, все возможно. Так вот, переменные в них, типа, решают проблему, но инструменты эти заметно увеличили продуктивность, а, хотя эти инструменты и заметно увеличили продуктивность разработки, при процессорной перемене имеют очень серьезный недостаток. Они статичны и не могут меняться на лету. Я с этим столкнулся, когда реально хотел темки сделать, еще, в смысле, цветовые темки, и, грубо говоря, тебе надо, ну, в смысле, ты хочешь прям там на лету что-то присваивать? да, да, тут же, грубо говоря, он скомпилировался, скомпилировался, и все. А ты хочешь JavaScript ползун? практически, да, и чтобы во всех местах, где было там green, green стал там не таким, а Emerald green, как ты знаешь. Там везде писка цвет, там везде писка поменялась, да? Да, 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 типа того. И появление возможности динамически менять переменные не только позволит нам на лету менять темы сайта или приложения, но также означает значительное расширение возможностей отзывчивого дизайна и возможность создания полифилов, опять же, он тут они на полифилы прям гонят, для будущих свойств CSS. С выходом к кривому 49 переменные стали доступны в виде кастомных CSS свойств. Так. Ну давай прям в двух словах пройдемся, как в заголовке здесь сказано, наши зрители могут видеть. Синтаксис таков. Переменные пишутся с двумя дефисиками, дефис, дефис, main color. И просто вот решеточка такая-то. Это я прям пишу в обычной прям точке CSS файле, да? Не боюсь. Да, прям в точке CSS файле. Ну, таким хорошим, так скажем, тоном является хранение этих переменных в рутовом элементе. То есть вот двоеточие. Ну ладно, допустим. Рут, да, main color, бла-бла-бла. И потом их можно эти значения брать с помощью функции var. То есть вот, например, full h1 color var main color. То есть мы дали типа main color, что он именно переменная типа color. Типа он цвет. Не обязательно. Это можно назвать хоть пиской опять же. Окей. Просто у них динамический тип, что присвоить, что и будет. Сначала был цвет, потом 20 пикселей. Потом просто 20. Понимаешь, всякое может быть. Так вот. И с двух дефисов, обратите внимание, что все начинается. Как бы сказать, синтаксис может показаться странным, на первый взгляд, здесь пишут. Многие разработчики недоумевают, почему просто не используют доллар фу. Ну, то есть, как бы, почему не доллар, а вот нижний, а дефисики. Так вот, это было сделано специально для повышения гибкости и возможности в перспективе создавать макросы для доллар фу. Ну, видимо, у них, короче, свое видение это всего. В смысле, а как вообще можно доллар фу использовать, если это вообще, блин, практически, jQuery, ну, не jQuery, но... да какая разница? То есть, ну, а тут было бы вот дефолтные перемены. Ну, да, очевидно, что для обратной совместимости два дефиса точно еще никто не догадывался делать. Так вот, синтаксис, опять же, прост, и самое главное, что оно регистрозависимо, то есть, header color с маленькой буквы, кодер практически, color, с маленькой, это не то же самое, что с большой, это два разных свойства. Ага, то есть, регистрозависимый, да. Да, вот, кстати, например, снизу есть дефисик, дефисик, фу, и здесь прям валидное кастомное свойство, if x больше 5, this width равно 10. Охренеть. Лишь, джаваскриптовая строка, так скажем, и пока она так хранится, ее, казалось бы, никак нельзя использовать, но, джаваскриптом можно ее извлечь, и, грубо говоря, прям, как экзекьютнуть, выполнить. То есть, я могу прям фу присвоить что-нибудь. Не фу, ты можешь взять значение фу, и это условие использовать просто в джаваскрипт коде. То есть, грубо говоря, у тебя есть связь между CSS и джаваскриптом, и можно в CSS хранить джаваскриптовые кусочки. Казалось бы, зачем бы это вам надо было, но вот да. Ну, слушай, это сейчас там сразу должны быть дыры там и бэкдоры. Ну, кстати, да, это прикольно. XSS уязвимости в CSS записывать дерьмо, заставлять запускать. Ну, не стоит такое в открытом так хранить, но да. Согласен, это ж в натуре можно заалертить сразу там что-нибудь. Опасно, опасно, но надо как-то валидировать, что ты... Ну, короче, сейчас до следов получится, понятно. Надоумил ты наших зрителей и слушателей, а, кстати, они сами бы не догадались. Они-то у нас все анонимусы сидят, хакеры. Да уж. Каскад. То есть, как вы понимаете, все это наследуется по уровням специфичности, как и любые свойства. То есть, допустим, в руте у нас color blue, для дивов color будет green, для алертов color будет red. И после этого мы universal selector color присваиваем значение переменной color. И теперь для разных элементов оно будет разное. У просто пэшки будет синий цвет, потому что от рута наследован. У дивов зеленый, потому что у всех дивов зеленый. У алерта красный, потому что для него особое свойство красный. И внутри пэшки тоже все будет красно, потому что он наследует от родителя значение переменной color. То есть, вот все так вот незамысловато. Можно использовать и пиксели, и использовать их в медиа запросах. Media min 1600 пикселей root gutter 16. И в медиа запросе переназначать, видишь, переменную gutter. И, соответственно, у тебя дырки до 600 пикселей и 4 пикселя, а после 616 аж. Ни хрена. Сразу раздвигаем, так скажем, дырки. Прикольно. Да, это прям вообще охренеть. То есть, прям целая логика. Обычно нам в jQuery приходилось такое писать. Пжи, это что во всех браузерах такое можно делать? А, или только от Chrome? Нет, забегая вперед, во всех, во-первых, есть, я не знаю, кстати, насчет edge, давай сейчас зайдем на can I use. А насчет safari? Вот в новом safari уже есть. Так. То есть, прям вообще все. Гуляем. CSS variables. Custom Pro... Нет, в e-шечках вообще и в edge'ах ни в каких не доступно, к сожалению. Понятно, там. Safari, да, начиная с 9.1 и в Safari Technical Preview тоже. Причем, смотри-ка, процент использования у Technical Preview 0. То есть, моя установка еще не считается здесь на can I use. Отлично. Причем TP он называет. Safari TP. Прекрасно. Вот лучше и назвать не могли. Причем, реально, в Chrome только в 49, а это нынешний. То есть, это же совсем новье. Я-то думал, в Chrome уже 100 лет как есть, а нет. 100 лет как есть только в Firefox, еще с версией 31. Видимо, они и предложили эту спецификацию, как обычно это и бывает. У кого больше всего поддерживается, тот значит и предложил. Ну ладно, продолжим дальше про эти CSS переменные. Здесь есть парочка прикольных моментов. Хотя, казалось бы, что тут может быть прикольного, но вот да. Причем, одни переменные можно другим переназначать. То есть, видишь, здесь переменные primary color red и переменные logo text переназначить primary color. И, соответственно, у нас тоже будет red в данном случае. Очень полезно для настройки тем, чтобы потом только одну переменную JavaScript сменить, а у тебя там все уже от нее высчитывалось, переставилось и так далее. Кроме этого, в функции var можно дефолтное значение указать. Допустим, padding var pad, то есть, грубо говоря, берем значение переменной pad, но если ее нет, то пишем 10 пикселей, 15 пикселей, 20 пикселей. И все. Прикольно. есть даже обратная совместимость. как раз если вдруг забыл ты перемен... Или даже, допустим, у тебя переменные определяются только в медиазапросе, опять же. А до медиазапроса используется дефолтное значение 10, 15, 20. Это, по-моему, прекрасно. И здесь есть сразу пример. Компонент header valor header color blue, а у текста var text color black. И мы в точка компонент переопределяем текст color на 0,8,0. И он используется, black не используется, потому что дефолтное значение. А у header color мы используем blue, потому что он не переопределен, даже не установлен здесь сказано, поэтому остается синий в соответствии с fallback. Я, кстати, каждый раз спрашиваю наших слушателей, каково им слушать вот эти темы именно глубоко разработчикские. И нам сейчас опять будут шути, что разработка CSS это разработка. Но да, мы искренне считаем, что это да на C-Sharper в следующий раз им кода дадим просто и будем читать его. С помощью ReSharper, да. Так вот, как вам это все слушается, пишите, говорите, мы про вас помним, не забываем. Так вот, этот метод особенно пригодится для стилизации веб-компонент. Смотри, веб-компонент оказывается она женского рода, веб-компонента. Она. Не веб-компонентов стилизация, а веб-компонент. Ну, короче, в Shadow DOM можно использовать текст background и дефолтное значение. Если мы для основного приложения указали текст background, то в Shadow DOM тоже будет желтый фон, а если нет, то будет синий. Вот так вот. И сразу оговоримся, нельзя использовать переменные для названий свойств, то есть side margin top нельзя использовать как переменную. Не пройдет такое. Я, кстати, не знаю даже пофиксит это когда-нибудь. Ну, то есть это не баг, это фича очевидна. Просто, например, в том же сасе есть интерполяция так называемая. Через решеточку и кудрявые скобки все-таки можно использовать переменные в названии свойств. Ну да. И, кстати, в ECMO скрипт 6 это тоже добавили. Не знаю, как здесь, посмотрим. Но вот пока нет. И нельзя даже в частях значения использовать. То есть если у нас переменная gap равно 20, нельзя присвоить margin-top var-gap и добавить пиксели. Но можно использовать функцию calc, которая вычисляет и сделать calc var-gap и умножить на 1 пиксель. Здесь есть комментарий зашибись. это прекрасно. Так вот, работа с кастомными свойствами в JavaScript есть два простых метода. GetPropertyValue style, GetPropertyValue, PrimaryColor и все. То есть можно сделать точка trim, чтобы вырезать там всякие пробелы, хренелы, запятые и так далее. И кроме GetPropertyValue есть SetProperty. Так, у объекта CSS style declaration, то есть точка style. Ну и все. И тут как бы с ними по-разному. SetPropertyValue PrimaryColor Green вторым параметром и все, теперь установлено. и здесь есть еще и здесь есть еще SetProperty PrimaryColor VarSecondaryColor. Если мы хотим именно переопределить переменную, просто так и пишем. То есть как слышится, так и пишется. Короче говоря, на данный момент кастомные свойства поддерживаются в Chrome 49, Firefox 42, Safari 9.1 и iOS Safari 9.3. То есть на телефончиках это тоже? Даже на телефончиках уже вот на 9.3 поддерживается. Ты, кстати, обновился до 9.3.1? Да, ушла вот эта примера. Ну, примера. Почему примеры? Ошибка со ссылками ушла. Так что все нормально. Так что вы, зрители и слушатели, мы неделю назад просто обсуждали по этому поводу. Можете свои андроиды обновить, короче. 13-ый там что-то там забыл, как называется. Следующая тема у нас хабра. Как бы это не парадоксально было. Ну и тут так, она просто новость. Я посчитал нужным сказать об этом в разработке. Три основных браузера добавили поддержку низкоуровневого бинарного формата веб-эссембле. Мы здесь с Никитой это обсуждали. То есть практически Flash Player возвращается к нам. Закрытые куски кода. Теперь опять можно запускать в браузере. И уже первая игра есть научный фантастический шутер Angry Bots. Нихренаси. Как Angry Birds, только Angry Bots. Да, да, да. Там я вижу, как чувак на Юнити запускает какую-то хренотень. Ну вот видосе. 20 секунд видео. И там видимо просто практически движок показывают возможно. Ну, наверное там все еще не заскриптено, сюжет не прописан, сеттинга нет и так далее. Но вот тем не менее. Доступно в последних версиях Chrome Канави, Firefox Nightly, Microsoft Edge. Safari, забегая вперед и отвечая на твой вопрос InDevelopment. Я вот здесь перешел для наших зрителей, чтобы показать WebAssembly на сайте webkit.org slash статус InDevelopment. Причем есть ли здесь какие-нибудь варианты Under Consideration? Вот, например, сервис-воркеры, они еще не InDevelopment, а просто собираются только еще обсуждать. Shared WebWorkers Removen вообще. Здесь есть разные статусы, я думаю InDevelopment все-таки означает, что будет. Так что будем подождать. Ну а напомним нашим зрителям и слушателям, что WebAssembly представляет собой новый формат нативных веб-приложений. Он поддерживает всю функциональность под множество JavaScript с помощью Asm.js, который и сам по себе должен был устранить негативное влияние фреймворков интерпретаторов на производительность, чтобы инструкции приложения выполнялись на максимально низком уровне. Ты сейчас прочитал, как будто мы сводку еще тоже говорим, что там прошел день фестиваль блинов, масла и веб-эсэмбли. Да. Совместная работка ведется в рамках проекта WebAssembly GitHub Organization на GitHub. Вот так вот. Разработчики движка V8 JavaScript Engine тоже объявили о сотрудничестве с V3C WebAssembly Group. Вот представляешь, у нас одна тема CSS, а следующая веб-эсэмбли, сразу Unity запускать. Ну да. Кстати, вот V8 в Chrome используется, а в Safari, я вот вам предвосхищаю видос будущий про Technology Preview, там уже новый движок V3, кажется, называется, практически BB8, и там прям все быстрое. Ну а не кичатся, что он там быстрее V8. Хрен его знает, в каких тестах они это прогоняли, но подробнее расскажу уже в другом видео. Следующая тема, у нас причем реально много тем про разработку, и они реально крутые, но мы по-прежнему сильно умещаемся, так скажем, в регламент, поэтому нормально. Так. Какие же единицы измерения использовать в медиазапросах? Отвечает Zell Liu, или как там он, Vue, Zell Vue, у которого мы про Ем и Ере мы читали. А, он все этим и занимается? Он все этим и занимается. Zell, черт, у него нету фамилии нигде не указано. Zellwk.com Ну да, я просто Liu, по-моему, у него фамилия Ильев. Ты имеешь в виду. И даже на странице, да, у него футер есть Zell Liu, я правильно помню. Практически, как Люси Liu, только нет. Но у него пишется по-другому. Так вот, он типа пишет, а вы вообще когда-нибудь думали, какие медиазапросы использовать пиксели Емы или Ремы? И он такой, я говорит, вот всегда использовал Ремы. Но после того, как мне Сэм Ричард там сказал, что-то есть ссылка на их conversation на гитхабе. Я говорит, сменил на Емы. Охренеть. Потому что, говорит, в принципе, разница-то никакой. Как это? Мы же знаем, что Ремы все те рутовые. есть, но именно медиазапросы, они всегда от Рута и считаются. Поэтому, грубо говоря, да. Хотя, ты сейчас меня смутил. А он-то, подожди, и он-то как развенчивает миф по поводу Ремов и Ем? А, ну, вот посмотрим. Давай. Кроме этого, говорит, многие пиксели используют. Вот я, например, использую пиксели, но вот после этой статьи, похоже, придется их не использовать. Потому что здесь есть баги, причем баги именно в Safari. Ну да ладно. Так вот, говорит, прежде чем это, он говорит, если не знаете, что такое Емы и Ремы, посмотрите вот эту статью, а я вам говорю, посмотрите наш предыдущий подкаст. Здесь, кстати, он в подсказочках тоже всплывет, все как надо, я помню. Так вот, базовый эксперимент. Мы делаем просто, говорит, три класса, точка пиксель, точка Ем, точка Рем с разными бэкграундами. И делаем медиазапрос, по которому уменьшаем Opacity до 0.5. Проще, чтобы понять, типа, что медиазапрос применился. И вот он говорит, для пикселя медиазапрос в пикселях, для Ема в Емах, для Рема в Ремах, как несложно было догадаться. Первый эксперимент, самые хорошие обстоятельства, фонт сайз в HTML. Так, стоп. А, все идеальные. Ничего не случилось, да, все как, фонт сайз не меняли в HTML, то есть, хотя я вот всегда меняю его, именно, тоже с помощью медиазапроса, фонт сайз там, не, 100% я делаю по дефолту, а 62.5, и потом по медиазапросу увеличиваю до 68%, чтобы у меня был Рем, соответственно, 10 пикселей, а по увеличению 11. Юзер зазумил, вот здесь не зумит юзер, и не менял в настройках браузера настройки шрифта. И такое кто-то делает, оказывается. Ну, говорит, просто мы делаем высчитывание 400 пикселей, 25ем, 25рем. И если ничего не произошло, то есть, вот эти три условия не выполнены, то все работает нормально. Ну, такое в вакууме. Да, да, пример в вакууме, одинаково срабатывают медиазапросы. После этого, говорит, проверяем вот такой-то сценарий. Ну-ка, там круто, я дальше вижу с примерами. Да-да-да, font-size изменился, юзер и зазумил, и изменил настройки. Первый пункт, изменили font-size в HTML, например, font-size 200%. Прямо вот так установили. Это значит, что 1ем и 1рем это теперь 32 пикселя. И, грубо говоря, они должны только на 800 пикселей сработать. Но в хроме, Firefox и E11 все сработали на 400 пикселях. Типа, все нормально, потому что font-size должен, грубо говоря, работать только для шрифта, для медиазапросов не должен применяться. Но в Safari, говорит, были проблемы, и он только на 800 пикселях сработал. Да, я увижу, да, он с запозданием. И я вот с этим дерьмом столкнулся. Причем, я с ним на ремах, потому что я до этого ремы использовал, думал, это прикольно. Но вот ремы бажат в Safari, если font-size менять, а я его, опять же, всегда меняю. Это очень хипочный такой. Но, и тем не менее, он вот есть. И поэтому, он говорит, все, типа, ремы не используем вообще, потому что они бажат в Safari говно. Второй сценарий, юзер делает зум. Я тоже периодически делаю зум, но я точно вот знаю для себя, что почти везде, когда я делаю зум, медиазапросы у всех ломаются. Да, все плохо становится. И это потому, что они используют пиксельные, потому что забегая вперед, пиксельные медиазапросы ломаются на зуме. В Safari. Опять же, я же именно в Safari работаю и в нем тесте, поэтому да. Почему-то многие еще не используют медиазапросы, а отталкиваются от девайса, от твоего. Палят девайсы. Да, но это такое плохое. Короче говоря, он пишет, что все нормально, в Chrome, Firefox и я работаю, а в Safari нет. То есть, там он на серединке такой срабатывает, непонятно почему. Ну, на сколько процентов, собственно, увеличивает, как вы уже догадались, не работает ни хрена. Это значит, что пиксельные медиазапросы тоже, типа, вообще не надо использовать, но только если вы не хотите скинуть Safari. Ну и третий вариант, это юзер сменил настройки в браузере, прям по дефолтному шрифту. По жесткому, как мир кустомил. Причем, да, я даже не знал, где, и он здесь пишет, что типа, ну вот для разных браузеров зайдите сюда, 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 вот Firefox и Preferences, Content, Fonts and Colors, и так далее. Он говорит, я в Safari даже найти-то не мог, но говорит, я нашел, где сменить просто самый маленький шрифт. Короче, он изменил такую настройку, в Safari есть такая, что типа, сделай так, чтобы в Safari шрифт не был меньше, чем столько-то пикселей, и он сделал больше, чем 16, то есть тоже типа изменил. Получается, там не 16, а 18. Но говорит, это единственный тест, в котором ничего не забаживаю, нигде. Емы, ремы, пиксели, все говорит одинаково, сработало во всех браузерах. Ну и короче говоря, все, типа чуваки, кто использует пиксельные медиазапросы, вы лохи, потому что в Safari у вас будет дерьмо, если юзер зумит. Офигеть. Ну, в общем, он говорит, используйте емы. Слушай, это в принципе-то он переворачивает вселенную многим людям. Отлично, мне перевернул, я прям, мне переделывать придется все. Я, как у него, опять же здесь, почему-то он убрал, где чувак стол переворачивал. Это же у него было. Да, да, да. И вот он почему-то убрал. Видимо, хотя это прям одна из моих любимых фич была на его блоге. Да. Следующая статья от Снука, Джонатан Снук. Джонатан Смук, чтобы вы понимали, это чувак, который придумал смэкс. То есть не хреновый такой чувак. То есть не хрен собачий, про смэкс, кстати, у нас тоже будет этот. Это методология, я забегаю вперед. Да, это методология именования классов и разбиения ваших CSS на модули. Так вот, будет подсказка здесь, жмите на восклицательный знак, если не видели, как всплывает, и жмите на видос про смэкс, все прям в лучшем виде у вас будет. И статья называется «Почему мне нравится по-настоящему адаптивный дизайн?» Так. И он рассуждает именно про настоящий адаптивный дизайн. Мы здесь с Никитой бесконечное количество раз говорили про разные виды адаптивного дизайна, что типа, вот в некоторых сайтах есть смысл делать реальным типа адаптивный дизайн, а в некоторых делать мобильную версию. Потому что разный юзер экспириенс на разных девайсах типа у вас есть и так далее. Вот он это отрицает. И он говорит, что же я имею в виду под настоящему адаптивным дизайн? Во-первых, я уверен, что он типа адаптивен на всех резолюшнс, на всех разрешениях. И типа брейкпоинты выбираются не как ты говоришь там от там 480 пикселей 768 айфон, айпад. Так. А именно просто ты вот двигаешь и хоп, где что-то сломалось, там делаешь брейкпоинт. Гениально. То есть, грубо говоря, в его идеальном мире брейкпоинтов может быть там не 2-3, как обычно это бывает, а 20, чтобы прям вообще все идеально на каждом пикселе или на каждом еми или реми. Ты имеешь в виду даже на всяких самсунгах, которые никто не знает. Да, да, да. Вот он именно truly responsive означает именно это, что даже на сраных самсунгах. Так, хорошо. И он говорит, видишь, он еще говорит, что один и тот же экспириенс должен быть на всех девайсах. То есть, не то, что на телефонах у тебя полностью убрано какой-нибудь вы недавно смотрели. Нет, нельзя это убирать. Сверстай так, чтобы типа было не противно. И все. Ну, это опять же очередная статья такого чувака, который как бы хочет, чтобы все было идеально. У нас, у нас в принципе цикл уже таких статей. Ну, мы сами в каких-то моментах именно такие чуваки. У меня здесь это. Так вот, дальше он еще говорит, что, ну, кроме экспириенс, еще и функциональность вся везде. Хотя, казалось бы, некоторые вещи, типа хуверов, ховеров, их даже нельзя на телефоне реализовать. Ну, вот он, как ты говоришь, цикл статей про идеалистов. И мы сами иногда тоже такие. Так брать нахрен просто из веб-версии хуверы, и как бы, чтобы везде одинаковый экспириенс. в этом смысле, ну, может быть. Но он пишет, что он вот верит, что можно достичь такого для всех сайтов и всех приложений. Типа, это будет, скорее всего, тяжело, дохрена тестингов будет и так далее, но вот, почему бы и нет. Мне нравится, что все люди, которые вот верят в это, у них у всех такие сухие сайты, на которых вообще нету дизайна абсолютно никакого. Да, тут самое смешное будет, что ему, он эту статью, когда написал, у него сайт еще даже адаптивным не был. Ему все в комментах написали, а что ты вообще это, ты, хрен. Ну, и, короче, он адаптивным его сейчас сделал. Но самое тупое, что он там пэддинги не очень добавил. Но сейчас, сейчас уже, кстати, добавил... А, в комментах пэддингов нет. Вот зрители видят наши, уважаемые. Ну, короче, он такой чувак, он как бы идеалист, он сидит, рассуждает в кресле с сигарой или с трубкой даже там, читает газету в халате. Но у самого нихрена не адаптивное было, смешно. Ну, он говорит, вот говорит, вообще аргументы, которые, типа, мне приводят. Во-первых, почему, типа, я дизайню только для айфона, айпада и десктопа? Потому что, типа, ну, и похрен, что на самсунгах типа не работает. Практически, если работает на айфоне и айпаде, значит, между ними тоже на всем будет работать. Как-нибудь, да будет. Потом ему говорят иногда, типа, что, а люди вообще вот этим сайтом на телефоне не пользуются. И поэтому нехрен его делать на телефоне и нехрен там весь экспириенс делать. Потому что, именно вот вы там, вас может заинтересовать, вот этот блок типа на телефоне нахрен не нужен. Вот он это отрицает. Он считает, что нет. И он пишет, что вот, что касается первого пункта, обязательно, типа, найдутся какой-нибудь там 479 пикселей, на которых все сломается. А он хочет, чтобы Perfectly Natural Things были, что все прям надо это. Какой Amazon Kindle какой-нибудь найдется? Да, что должно быть кросс-девайс-тестинг, все везде проверено, все это и так далее. Потом он пишет, что вот касаемо того, что кто-то не будет использовать на телефоне, мне недавно сказал организатор одной из конференций, что были продажи билета с PlayStation. Я говорит, не понимаю, нахрена, но если у них есть кнопка там, браузер, то они будут ее использовать, поэтому под них тоже надо оптимизировать, поэтому не надо думать за юзера, что они не будут это юзать на телефоне. А вот будут, если вы им дадите такую возможность, так скажем. ну и все, типа вот туда-сюда, вот он тут написал, что мне тут написали, что у меня не адаптивно, все, я теперь сделал адаптивно. Прикольно, мне знаешь, что нравится больше всего из всей статьи, это у него футер, если ты проскроешь, у него, во-первых, написано, что I think you are awesome, это прикольно, и прикольно, что он себя запилил вот таким, то есть, грубо говоря, я помню, что с Max там на обложечке книги, там такой типа моряк, ламберджек, по-моему, или ламберджек, я не помню. Ну, короче, такой чувак с бородой, реально видно, и он, оказывается, практически самого себя и сделал, то есть, да, ламберджек, ну, как тебе сказать, там все-таки с бородой, а он тут, хотя он тут тоже с бородой, но там усищи, хотя и он с усищами, в натуре похоже себя, ты хочешь мне, хочешь мне объяснить, вот, что это за хрень, как он это запилил, вообще, вот эту картиночку себя. Ну, давай, инспектнем элемент, как я это люблю называть. Shell, то есть, он себя прям назвал полиснук точкой SVG-O, SVG-Optimization, точка SVG, то есть, он прям себя запилил векторного и в футер поместил. Гений. Прям крутой. Причем, ух ты, если сейчас я его уберу, то там будет Background URL ImageLineVPNG, там просто какая-то линия вертикальная слева появляется, слева от Hi, I'm Jonathan Snook. Странная какая-то хрень, непонятно зачем, но вот он себя сделал и все круто. Прикольно, прикольно. Можно переходить к социальным новостям ты имеешь? Давай, перейдем. И у нас как бы мостик от разработки про Apple, то есть, мы немножко поговорили, что там вообще как в Apple. Если мне не изменяет память, эту новость нам предложил Антон Яценюк. Да, тебе она не изменяет. И здесь, на Medium.com, чувак Rich Tibet очень сильно бомбанул, лайк за слово бомбанул, написал статью про то, что Apple вообще тормозит весь прогресс. Apple is a bad news for the future of the web. Именно веб тормозит. Ну-ка, как же? И он говорит, чуваки, Apple как бы, вы понимаете, да, что они вообще держат нас за яйца. Чем они надержат? они не дают ни одному браузеру на своих девайсах работать нормально, имеется в виду на айфонах и айпадах, потому что все браузеры ходят через Safari. Так, он говорит, окей, ладно, ходить не дают. И также, из-за этого, очень многое, то, что не поддерживается в Safari, и так далее, и так далее, нельзя использовать, я так понимаю, что вот этот interpreted код, то есть нельзя интерпретируемый код использовать в... Типа нельзя веб-аппликейшн ими написать, крутые. Ну, понятно, но там реально не работает ни сервис-воркер и вообще ни хрена в веб-ките. И, грубо говоря, с учетом того, что доля айфонов реально гигантская, то есть практически все мобилы от этого отрезаны. Вся платежеспособная аудитория на телефонах не сможет познать весь крутой экспириенс, который наркоманы джаваскриптовые придумали. Да, и он-то говорит, что как бы мы-то вот написали охрененные веб-приложения, а у вас-то на девайсах нельзя будет запустить нормально. То есть мы-то можем сделать круто, но Apple нам не дает. И говорит, что а с чем это может быть связано? А возможно, это связано с тем, что Apple хотят через App Store свои обычные приложения Native Applications толкать. То есть как бы в App Store ты должен, во-первых, поместить в App Store свой привил, ты должен написать его, что он был нативный или на каком-нибудь там свифте. Вот. Отдать сначала денег за Apple Developer это сертификат 100 баксов в год. То есть в принципе ты должен прогнуться под Apple, а он не хочет. И он говорит, что окей, ладно, значит, то есть вы нам ничего не даете, через App Store ничего не даете. Он говорит, что вообще-то кто-то может быть скажет, что это нормальная политика. Я хочу, я прям хочу, чтобы Apple никогда это не менял, и этот чувак болтяру сосал всю свою жизнь оставшуюся. Чувак реально, то есть чувак думает, что во-первых, все так, во-вторых, он просто не знает политику Apple, вот честно. Они так со всем, и с железом, и со всем, это в принципе, у них такая тема, что они контролируют свой рынок, вот то, к чему они относятся, они это контролируют, как бы, для своего бабла, там, для своих каких-то нужд. Может быть, они сделают лучше, вас хотя бы не будет Я просто еще думаю, что если сейчас открыть дорогу вот этому JavaScript-у лихому, то разряжаться будут телефоны так, что ни один Apple не справится с их оптимизацией. И вот, и в последнем абзаце, который он назвал The Elephant in the Room, он пишет, он приводит, что Тим Кук говорил, что чуваки, у нас в App Store продается 100 миллиардов, короче, приложений. Так. И он подчеркивает, Stop Billion Apps Unload. То есть, он как бы говорит, что App Store-то супер растет и бабло зарабатывает. Ну, и из этих, типа, 100 миллиардов, 6 миллиардов это тупая плоская часть. Да. Поэтому... Зависуем кусок говна. Как там его зовут? И Rich Teepe. Да. Вот как бы такая статья о том, что Apple, типа, не дает разрастаться людям с JavaScript-ом, но она как бы очень спорная. То есть, многие скажут, что да, действительно, что, блин, какого хрена все еще не пускают Chrome на телефоны? А я скажу, что... А он знает, что вот вышел Technology Preview Safari? И что, в принципе, Apple начали довольно активно следить на WebKit.org слэш статус, прям писать, что мы делаем, что мы собираемся сделать, что мы уже сделали. То есть, они вообще-то выровнялись, они уже не такие оголтелые чуваки, которые ни хрена не делают и не посещают конференции. Они уже назначили человека, который там ответственный. Ну да, мы еще вот несколько подкастов, наверное, подряд даже говорим про то, что люди жалуются. Там один чувак даже несколько статей подряд написал, типа, почему Apple там не... К нему пришли хейтеры и написали ему в комментариях сам дурак. Он еще одну ответную статью написал, что все равно... Да, я помню, помню, да. Когда он написал Safari, это новая Е, но это уже прям было много месяцев назад, мне кажется, в октябре, но да. Короче, были у нас такие темы. Можно переходить к Toru с hacker.ru, у нас есть новость для настоящих хакеров. И нам ее тоже настоящий хакер, по-моему, предложил. А вот тут я не написано, у тебя написано просто только... Я ванкую, что Алексей Атаманов, он нам все время с хакера предлагает всякое. Он нам предлагал, что-то у тебя было написано, что он предлагал. Ну, видимо... Да я уверен, что это тоже. Я просто это все одновременно написал. Ну, если нет, но он мог это предложить стопудово. Мы просто уже наших преданных фанатов упоминаем в суе практически. Ну да. Кстати, если хотите, чтобы мы вас упоминали, подкидывайте нам статьи. Может быть, будет много статей, которые вы кидаете, и мы будем вычленять какие-то прикольные. Потому что пока мы сами собираем, сидим, потеем. Ну, большинство сами. Но уже много нам и подкидывают. Так что да. Почти весь исходящий трафик Тор порождают вредоносные боты. Вот такая статья на хакеру. Чувак из Cloudflare, Мэтью Принс, он, между прочим, глава Cloudflare, опубликовал в блоге такую вот статью про это. А Cloudflare, чтобы вы понимали, это облачная доставка контента, сервис доставки контента. Причем крупный. Крупный. Не просто так. Крупный сервис, да. И вот они спалили, что по меньшей мере 94% запросов исходящих из Тор порождают не люди, а боты, которые действуют с преступными целями. Тут очень крутая картинка нарисована. Тут действительно такой бот с преступными целями. Прикольный очень. Кампейн доставки на робот. Вот, значит, и господин Мэттью Принс пишет, что чуваки, оказывается, боты эти, которые ходят через Тор, они могут навредить чувакам обычным, которые ходят через Тор. То есть, вы опасаетесь, когда вы там покупаете какие-то незаконные вещества. Вот. Вас может как бы бот просто на вас попасть. И он пишет, что в принципе количество вот этих всех спам, он еще там, короче, они провели охрененное исследование какое-то там, мыло зарегали, на которое писали кучу спама эти боты. Оказалось, что, ну, это действительно и сто работ и все. По айпишнику они их там вычисляли. В общем, посмотрели, построили график такой красивый, растущий, про то, что со временем количество спама, вот именно комментов спамовых от этих ботов увеличивается. До 70% почти уже дошло. И они сказали, чуваки, а у нас вообще есть защита на Cloudflare от таких ботов? Почему бы нет? Мы делаем такую хрень, что когда к вашему контенту начинают доступаться сильно, какие-то именно с плохой репутацией айпишники, они предлагают ввести капчу этим ботам. Опа. Было, было. Помнишь TheFapening вот этот момент? И там один из топовых сайтов был защищен Cloudflare как раз вот этой хренови. Между прочим, там сраный WordPress был накатан. Да, 2014 еще тема, 2015 не было тогда. выкладывали там фотографии из iCloud. Ну вот, короче, Matthew Prince собственно пропиарил свой Cloudflare. Кому надо, пользуйтесь. Но я так понимаю, это в принципе за баблинский, за хороший. Ну, по-моему, там все у них не очень больших баблинских стоит, если честно. Никак на Amazon нельзя втолкнуть. Не, не, не так. Точно не так. Там фиксированная цена, но она может как-то скейлиться от набора нагрузки, но, ну, по-моему, нет. Окей, по-любому, следующую новость все ждали, что мы будем рассматривать. Вконтакте представляет новый дизайн. Да. В общем, по адресу new.vk.com с 1 апреля стал доступен новый дизайн VK. Собственно, все думали, что это шутка сначала, потом все думали, что они, если они обосрутся, то они скажут, что это шутка. там были картинки, типа, VK-тоним дизайн 1 апреля, если всех бесит, говорим, что это была шутка. Да. Они пишут, что они, в принципе, это начали с 2006 года, в октябре, ВКонтакте, зародился, и не прошло 10 лет, и они представляют новый дизайн. Они говорят, что они там полтора года над этим работали, сидели, упорно торгились. Мы, в принципе, видели даже новости, что какой-то там дизайн выиграл, то есть там был конкурс, по-моему, между дизайнами, какой-то выиграл, и, короче, вот они долго, видимо, его или дорабатывали, или утверждали, я не знаю, или как-то user experience смотрели его. В общем, ну а выкатили, он обновился и стал типа похож, ну, они имеют в виду, что похож на приложение на ВКонтакте, на iOS. И на просто m.vk.com тоже стал похож. И на мобиль, да, и по цвету, как бы, и по, опять же, user interface пишут о чем? Они переместили всякие вкладочки, там, новости повыше, то есть, они поняли, что по-любому больше нажимают на новости, на мою страницу заходят, сразу на сообщение, и так, по приоритету, ниже. Ну, прям до игр. Да, прям до игр. До рекламы, там. Да. Сделали кнопку практически сделать мне Facebook, потому что, если ты включишь сначала интересное, то тебе будет вообще хорошо. Ух ты, такой тумблер. А у Джеритм, да, есть? Причем там еще огонь, там, пукан горит, убийца плачет. Не уверен, что, короче, если ты нажмешь, тебе будут выдавать не только твои новости, но, возможно, и так будет, потому что они, наверное, под это уже смоет. А потом посмотри, сколько чуваков тумблеры включили. А там 90% тумблеров. Да, и все 10% оставшихся тоже обломает, скорее всего. Всякие может быть. Они говорят, что они полностью переделали раздел сообщений. Он как Телеграм выглядит. Я сейчас смотрю, чисто Телеграм вообще. Слева как бы контакты, с которыми я переписывался. Ну, прикольно. Я-то просто еще все еще не включил себе. Пишите в комментариях, вы включили или нет. Да, нам уже написали, что у нас в паблике не влазит картинка, что мы лохи. И это мы как бы виноваты, короче, в том, что наша картинка не влазит. Новый стандарт дизайна ВК. Самое главное, кстати, у нас даже на работе чувак говорил, знаешь, почему я ВКонтакте выбираю? Потому что там можно музыку халявную слушать, на Фейсбуке нельзя. Ну, это много кто говорит. Да, и вот сверху, собственно, появилась кнопка музыка, они бравируют тем, что можно пиратскую хрень слушать, какой-нибудь Бейонсе. И, собственно, сверху есть колокольчик, который показывает твои уведомления. Ну, как бы это похоже на шарик из Фейсбука, который тоже показывает, что-то написали. Знаешь, какое у меня последнее уведомление? Василий Сидоренко оценил ваш комментарий. Ни хрена себе тут круто так записи Трамп Рестлинг. Прикольно, прикольно. Так, еще о чем надо сказать. Фотографии немножко вот этот сам по себе всплывающий раздел, да. Ну, просмотр, вьюер, если угодно. Переделали, он более красивый, прикольный стал. В принципе, мне новый дизайн нравится, он не сильно бесит, и как бы, опять же, экспириенс оставляет свой такой... Ну, пока ВКОпт не работает с ним. Пока ВКОпт, это дополнение для хрома, или вообще для браузеров. Для браузеров многих. Да, которая может много что с опихой там делает, и поэтому вы можете много что делать с ВК. Как у нас в чате говорят, дергай, это пиху. Дергай, собственно, и ты, по-моему, это говоришь. Да, возможно, не из-за меня. Да, да, возможно, возможно. Да, вот, дергай, это пиху, и делает вообще вам прикольные штуки. То есть, например, если вы не можете у чувака посмотреть посмотреть. Ну да, или статистику, она по дефолту может быть открыта у многих пабликов, например, у нас. Сейчас в новом дизайне, кстати, статистика, прям у своего, у твоей страницы, моя страница, там прям сразу кнопка статистика, чтобы ты жал и смотрел, что тебе один человек заходит в год. Ну, да, а так, собственно, это было. Помнишь, она была у моей страницы, если у тебя тысяча и больше подписчиков. сейчас, видимо, но у меня нет тысячи больше, поэтому, сейчас, вот такая прикольная новость, такая с первого апреля, да, вот такой прикольный новость, так и инстаграм, следующая последняя новость в социальных новостях. People are really pissed about instagram's timeline update. Пишет нам thenextweb.com Короче, они, опять же, напирают, но то, что инстаграм-то вот недавно timeline-то-то обновил, и, короче, все плохо, и что-то как-то вообще все, и прям, найти-то фотографии свои нельзя, и в ленте-то они вообще не по времени, короче, все плохо. Еще, они говорят про то, что, ладно, кроме того, что все плохо, они добавили, можно теперь много аккаунтов прикрепить в инстаграме, это прикольно. То есть, а вот хотя бы эту-то фичу добавили уже в новой версии, интересная или нет? Эта фича вроде как есть, вот, это вроде есть, а вот именно timeline-то-то другой у нас в России, видимо, для России сделали отдельно, чтобы все хорошо было. пока, может, постепенно выкатывают, как Twitter-видео, если помнишь, их тоже не сразу выкатили. Еще, они говорят вот про notification, я не совсем понял, что они хотят, что они имеют в виду. Здесь есть несколько твитов, которые, типа, со стрелочки, показывают, что turn on post notifications, то continue receiving updates from me. Чуваки прям призывают подписаться на них, как-то, видимо, чтобы notification приходили. В общем, короче, Instagram идет по пути в Facebook, как мы поняли с вами, и меняет свой алгоритм выдачи новостей. Да, добавить аккаунт можно уже, multiple accounts работает. В общем, непонятно, это хорошо или плохо, это опять же, из той же серии, что Twitter будет ли 100 тысяч символов или не будет. я уверен, что Instagram будет, потому что это Facebook на видео, и там-то это уже было давно, и там тоже была вот эта тема. Хотите все еще меня видеть у себя в ленте, нажмите подписаться, то есть там в Facebook все прям точно так же было. Окей. Кстати, одна из картинок уже материалы недоступны здесь. Я на счет боюсь, что там было вообще. Можно, в принципе, переходить в раздел WordPress. Да, у нас, вот у тебя в Slack есть статья продолжаем ускорять, да? Вот нажми там на первую ссылочку в предыдущей статье. В предыдущей статье, партнер. Да, рассмотрим прям с предыдущей статьи. Здесь Артем Ивашкевич пишет на хабре две статьи. Очень неплохие статьи про оптимизацию WordPress. Хотя, казалось бы, его уже не оптимизировать, но тем не менее. Он оптимизирует для не очень хорошего WDS сервера. Ну, как бы не очень производительного. Одно ядро 2 ГГц, 10 ГГц жесткий, 512 оперы и Debian 8 X64. Непонятно, зачем X64 при 512 оперы, но тем не менее. И MariaDB непонятно. Ну, MariaDB, потому что она быстрее MySQL. Он, собственно, это обосновывает. Так. Давай посмотрим на схему работы систем. Вот есть посетитель. Он попадает на webshake.ru. Случается перенаправление на HTTPS, если он по 80-му порту тыкается. После этого Nginx спрашивает у Varnish, есть ли уже кэш конкретно этой страницы. Если он есть, отдаёт кэш. Если нет, то он дёргает HTTP по TCP, IP, здесь не по сокету в данный момент. И всё. Ну, страница формируется через PHP и через WordPress. После этого WordPress, если обновляется какая-нибудь статья с помощью плагина Varnish HTTP Perch дёргает Nginx и кэширует эту страницу уже в новом варианте, чтобы у всех юзеров была всегда последняя версия. Во-первых, у меня сразу вопрос, почему не PHP 7? А я здесь был ему в комментариях и в той статегии он продолжает, он перешёл на PHP 7. И просто мне сразу это запоминает, как будто эта схема из фильма Один дома 1 какой-нибудь, допустим, он прям хочет туда, там, да, там, где он шарики ёлочные раскидал, вот это всё, банки с краской, с верёвкой. Ну, так вот, здесь он, ну, я, собственно, описал уже всю систему, то есть, почему MariaDB, потому что это самый производительный форк MySQL и он полностью совместим с WordPress. А он не говорит, почему он Nginx, а не Apache? Я не знаю, но, как бы, доподлинно известно, что Nginx быстрее отдаёт статику, а с учётом того, что здесь используется варниш, который кэширует все страницы, то Nginx и отдаёт статику статически кэшированные варниш страницы, поэтому, блин, это просто быстрее. Какой варниш, алё! Ты имеешь в виду Зои нас слушает, которая iPad заменила ноутбук и скетчбук? Да-да-да. Вот у наших чуваков сейчас скетчбуки упали на пол от таких тем. Ну, короче, мы не будем зачитывать все конфиги, здесь он прикладывает Nginx-овский конфиг, разделяет его на Nginx, back-end, front-end, то есть, чтобы прям по-разному всё раздавалось. я могу сейчас Ctrl-C прям в Nginx? надо более обдуманно это всё делать, но он практически Ctrl-C, тем более у него здесь русские комментарии, поэтому всё будет в принципе понятно. Он здесь будет писать типа как получить HTTPS сертификат, там вот это всё отдельная статья, причём не его статья, а там другая. Так, ну неважно, потом он накатывает варниш, пишет, что всё вот так вот туда-сюда, back-end, front-end, VCL, delir, и так далее, всё копирует. он пишет, что работает на TCP, IP, а не на сокетах, потому что какие-то проблемы у него были с 502 ошибкой. А варниш, это хрень, которая кэширует? Да, это кэширует конкретные запросы по страницам, то есть это не как в 3 Total кэши, просто кэш страниц, но он всё равно через PHP проходит. Здесь это прям реальная статика, и тут именно Nginx с варнишем коннектится, контактирует, и если по этому адресу уже что-то есть, он отдаёт прям статику. Я просто тогда возвращаюсь к нулевой нашей теме, не к первой, а к нулевой. В принципе-то на Smart Tape можно же накатить на отдельный. на VPS-ку это можно будет накатить, и потом будет отдельный видос, какие-то всё накатывают. И у них, кстати, PHP какой? Ну, не 7, конечно, но... Где у них? А, ну, собственно, на Smart Tape какой поставишь, такой будет. А на этом, на... На шаре, естественно, 5-4, даже не 5-6, а 5-4. Ну, извините, а что ещё? Так что вот такая вот история. Прикольно. Так, а мы продолжим. Возвращаемся, да? Нет, мы всё ещё очень шустрый, бла-бла-бла. Я просто скажу, что он ещё здесь делает. Кроме варнишка, конконфига и так далее, он потом пишет всё, Reload, PHP, FPM, то есть он пишет Maximum Children 10 для такой... Для его конфигурации это нормально, но он здесь прям показывает как и что-то. То есть если у вас немного VPS и VDS по-другому, то вы можете проскейлить, увеличить Space Server побольше, Start побольше и так далее, если у вас ресурсы позволяют. Становка-настройка MariaDB здесь тоже всё довольно прозрачно, она несложная и он отключает именно DB тип таблиц использует My ISAM потому что он быстрее. Запись выполняется редко, поэтому именно DB здесь нахрен не нужен. Так что вот да. Но он об этом ещё будет говорить там, где он продолжает, потому что там он из My ISAM перешёл на... Как же там он называется? Extra DB. Хриня, вообще он там познаёт. На Ecstasy перешёл. Да. Плагин Varnish HTB как я уже говорил, он перджет страницы, как бы это ни звучало после изменений. нас закроет этот подкаст Роскомнадзора, за что мы тут перджим всё подряд. Ну короче, в итоге Long Story Short, простите, я перешёл на английский, с 845 ожидание сократилось до 104 миллисекунд. хринясь. Ну и это именно просто по загрузке, он дальше в следующей статье он сейчас стресс-тесты будет проводить. Поэтому возвращаемся в ту статью, где он продолжает ускорить блок на WordPress. Я просто сразу, я должен это на каждую хрень накатывать, на каждый сайт такое мутить, или ты просто на сервак настроил и вообще нормально всё у меня? На сервак настроил, а потом для каждого сайта отдельный нджинксовский конфиг, просто пишешь backend, frontend и всё. Понял. Но это это недолго, это там потом уже будет к копипасте всё сводиться и к генерации нового HTTPS сертификата, так что да. Хорошо. Ну и всё, он здесь пишет, что всё круто, сократилось с 820 миллисекунд до 30 ожидания и генерация с 770 до 65 миллисекунд. Угу. Но говорит, я, говорит, решил ещё больше дальше пойти, ну и плюс ему там просто говна на вентилятор в комментариях накидали, он попытался учесть все, так скажем, пожелания. Отключу лишний плагин. Вот в статье, в которой именно вот такие вот супер конфиги есть пункт отключаем лишний плагин. Jetpack отключаем, пацаны. Он отключает крайон синтакс хайлайтер, который у нас, кстати, на ювеб-дизайне тоже есть, который я тоже буду отключать, видимо. Угу. 4,5 раза быстрее всё работает. Короче, там много JavaScript-а, всякого говна, бла-бла-бла. Он просто стилизовал тег pre и был таков. Уменьчиваясь опять же с... 770, да, до 170. Короче, до хрена. Потом он изменил движок таблиц с MyEssam на ExtraDB. Почему ExtraDB он выбрал? Здесь у него два варианта было, Aria и ExtraDB. Ага. Но он решил выбрать ExtraDB, а не Aria, потому что он потом это будет интегрировать с NoSQL решением Handler Socket, который работает только с ИннойDB и ExtraDB. Но он, к сожалению, не нашел пока Handler Socket для PHP 7 есть, только для PHP 5.6. А он PHP 7 уже делает. И здесь он именно сам пересобирает PHP 7 для PHP именно делает Make Install, а это именно компиляция из исходников вот это. Если у вас VDS с теми же характеристиками, что у него, то есть, читай не очень производительно, можете смело идти пить кофе. Отлично. Потом он опять переконфигурирует конфиги, меняет там всякие штуки, переходит на сокеты, потому что ему все пишут, что TCP IP медленно и говно. И он нашел решение, как сделать так, чтобы у него не было проблем с сокетами netcore somaxcon 65535. Вот такую надо хреновина прописать sysctl.conf Пишите в комментариях, если у вас получилось это победить. У меня в свое время не получилось победить проблему с сокетами, так мы и остались на TCP IP на ювеб-дизайне, но возможно вот эта хреновина поможет, надо будет попробовать. Ну, здесь он пишет, что надо в PHP и не написать там и так далее, для сервисов какие... Ну, короче, много конфигов, если так вот. по-по-по... То есть чувак реально разбирается именно в сервачной теме? Да, да, чувак он такой. Потому что он выключал плагины потом, это смешно. Нет, самое прикольное, знаешь, что из всего этого? Кроме того, что вот вообще все, у него хватило смелости это написать на хабре и... и... побороть все комментарии типа, а что ВП настолько убог, что не позволяет добавить пару строк HTML в шаблон? Там вот дальше... Да, да. Потому что вот это про WordPress написать, что мы ускоряем WordPress, это вообще надо смелости иметь. Ну, вот, собственно, первая, это статья у него из песочницы. То есть его из-за нее приняли, а вторая уже именно туториал. То есть он уже полноценный хабро-житель. Хабро-юзер. Так вот, и следующий пункт настройка EdgeSideIncludes в Varnish. Короче говоря, есть статическое содержимое, есть динамическое. И вот, чтобы при генерации двух страниц футер и хедер все равно были закешированы, уже даже, чтобы куски были хотя бы закушированы. Прям, короче, супер кэш. Он еще настраивает отдельно EdgeSideIncludes. Это такая довольно тяжелая хрень, надо отдельно писать конфиги, опять же, и так далее. Ну, вообще, конечно, просто сделать true и пару блоков, заменить. Но, и тем не менее. Короче говоря, он даже потом в PHP сами теги, в индекс PHP, футер, хедер и так далее пишет прямо отдельные куски. То есть, он меняет уже практически саму суть WordPress. Сама суть. Ё-моё. Да, и в GetDynamicHeader StaticHeader GetHeader Die полный. Так что, вот так вот. Если не поняли, как работает, поясню, он здесь пишет. Он поясняет. Так что, если вы не поняли, он вам поясняет, посмотрите, там на самом деле не сложно. То есть, в принципе, это такое. Представляешь, ты вот это все наворотил, а потом тебе заказчик деньги не дал? Ну да, такое, конечно, только на своих лучше делать в сайтах. Ну, хотя бы тестировать. Если бы потом, это да, Shift, Command, 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 Ctrl-C, Ctrl-V, короче, я хотел с Command сказать, я не могу уже заговаривать к концу дня. Пол 12-го в Челябинске. 289 миллисекунд у него время загрузки по Pingdomu, а по Pingdomu это дохрена. У него, правда, VDS в Амстердаме, он из Амстердама и тестировал. Но на Pingdomе достичь 289 это пипец. Я прям вам так и скажу. Именно пипец. Your website is faster than 99% of all tested websites. Короче, он здесь по Роберту Дауне-младшему в закат просто ушел и все. Мне понравилось, как ты по радио сказал, что у вас пол 12-го в Челябинске. Ну, потому что слушаем рождественскую музыку. У нас как на Энерже сейчас подкаст закончится, мы свет на кухне выключим, а ноутбуки будут гореть и музыка-то будет И Винам запущен. Вночь-ка иначе. Да, Винам в плейлист любимые. Или любимые 2 даже. Да, да, да. Ну, короче, он про эффективное сжатие. Еще ему говорят, что можно GZip сделать именно модуль GZip static. И он там прописал по-разному GZip для фронт-энда и для бэк-энда. Короче, его прям по полной вздрючили. Заставили еще круче оптимизировать, но и он достиг просто досвидос. Сервер упал при нагрузке в 276 одновременных залогининых юзеров. Время ответа составило 7 секунд всего лишь. Ну, здесь все, естественно, комментарии. Ха-ха. Сейчас, сейчас я найду. Найду, найду, найду. Не могу найти. Типа, ага, вот WordPress тупой ГА. Даже с кучами кэш от сжатия и отказов от плагина простой блогик падает на 200 пользователях. Что-то в этом мире не так. Ну, и чувак отмазывается, что с таким железом это вообще досвидос нормально. То есть, тут такое. Так что, вот, вот так вот с WordPress у нас даже... Это только причем первая тема. А у нас их две. Так, отлично. Ну, правда, вторая смешная. wordimpress.com Заметь, типа... Прикольно. В это. Я уже даже не помню, как импресс прививается. Ой. Ну, типа... Кладбушев. Не вот я тоже не могу вспомнить. Не удивлять, как-нибудь. Удивляй, да. Да, удивляйсь. WordPress. Хотя, казалось бы, как можно удивить, кроме того, что с 200-ми там юзерами падает бложик простой. Короче, он пишет, что много плагинов есть для кастомизации админки. И у нас, кстати, есть видос про кастомизацию админки. Здесь в подсказках опять же появится. Я сейчас даже маркер себе сделаю, чтобы не забыть добавить. Так. Вот. В которых мы рассказывали, как логинку кастомизировать, как цветовые схемы делать кастомные для WordPress админки. Здесь они пошли дальше по Филу Шиллеру и рассказывают про плагин Admin Columns. Тут некий Рассел Аарон с проколотой губой нижней. Да, да, автор ты имеешь в виду. Да. Тут он тоже, причем по радио, теминки WordPress дашборд с Расселом Аароном. Нихрена себе. Он прям крутой, да. Так вот, Admin Columns. Это плагин, который позволяет добавить колонки именно в листинге постов, например. Чтобы у тебя прям в листинге постов был виден Featured Image. Очень крутая тема. Он прям неудоумевает, почему это все еще не в коробке. Ну а там удобный конструктор есть этих колонок, то есть он здесь есть скрины из этого плагина. Сколько процентов ширины эта колонка занимает, как она называется, откуда берет инфу и так далее. То есть тут прям несложно. И он даже есть колоночка последний раз модифицировалась таким-то юзером. Типа вот для их комьюнити сайта очень важная инфа кто накосячил, то лоло. Кроме этого он рассказывает про Simple History, и там есть типа страница в админке, в которой просто вся хистори написана за последние 30 дней вот этот юзер изменил тот, а этот добавил то, а этот переписал это и так далее. То есть очень удобно для таких сайтов типа журналистов. Да, да. То есть, ну он видимо именно для Russell Envy у него там какой-то сайт. Ну короче, видимо, там где много юзеров работает, там вот именно его примеры прям хороши. Хотя вот эти колонки они крутые. Вот даже фичард имидж вот это прям круто. Вот здесь оно именно на самом скриншоте этого плагина. Так вот, кроме этого есть Control Admin Access и он позволяет создать практически очень кастомный экспириенс, создать отдельного юзера, такого типа гость, ему раздать права только вот на полстранички вот на этой, посмотри листинг наших постов, но ничего не меняет, там вот так вот. Практически начальнику раскидать один аккаунт, который только вот видеть вот какую-нибудь историю, кто как работает. он как бы ничего изменить не может, но полить может. Ну и в случае чего этого юзера отменить, там и так далее. То есть, такое... Начальника отменить? Да, да. То есть, очень такой лайтовый экспириенс, прям выбранный для кого-то конкретного. Ну, кроме этого, хочется сказать про плагин Advanced Custom Fields Pro. Именно Pro версия, в которой добавлено прям так много всего, что просто охренеть, она меняет вообще все, как мы добавляем Custom Fields для постов, для таксономий, для юзеров, прям. И даже страницы с настройками, с его помощью можно делать, отличная штука. И, кроме этого, Custom Post Type UI можно использовать. Ну, я вот в последнее время предпочитаю... Хотя, кстати, он недавно обновился, в том смысле, что прям обновили интерфейс. Он очень удобный, встал. До этого многие были косячные темы. Там много добавили опций, которые уже добавили на уровне опихи, но на уровне плагина их нельзя было еще менять, дергать. Теперь сделали все нормально. Так что, пишите в комментариях, какие вы используете плагины для кастомизации и смотрите наш второй вот тут видос тоже. Обязательно здесь в подсказках. Давай, Никита. Окей, Научпоп, последний раздел в нашем сегодняшнем подкасте. Сразу, сразу перейдем к инфографике. То есть, прям можно смотреть, кто смотрит и слушать, кто слушает. Собственно, 56 лет как бы путешествий по космосу, я бы так это назвал. То есть, исследований, космических каких-то исследований в этой инфографике. Именно причем исследований фактических. Не то, что в телескоп наблюдал еще Коперник, пока его сжигали, а вот именно физически, когда в космос полетели, погагарин. Подписировали, да, куда-то сели, куда-то что-то прилунились, присатурнились, возможно. Нихрена себе, приуранились. Тут, короче, знаешь, в чем особенность этой инфографики? В том, что здесь она сначала нарисована красивенькая, такая прям, как мокап на доске. Ну, типа, распечатайте, вся в офис повешите, где кирпичей на стене. Да, но здесь вот есть картиночка, она как бы не очень увеличивается, самая первая картиночка, которая общая. Но здесь есть вырезки, фрагменты этой картиночки, и они нам немножко увеличивают. И вот здесь очень много всяких переплетающихся линий, которые показывают нам, что там, как летали, как вокруг Земли, сколько раз летали. Ты посмотри, сколько вокруг Земли всяких разных линий. Я думаю, это сколько спутников в данный момент вокруг нас вращается, грубо говоря. А где Гагарин? Гагарин уже все. Я вас любил. Ой, он должен быть где-то, я не знаю. Вот, здесь есть, опять же, на фрагментах показаны нам спутники всякие различные. Вот, вот, я думаю, это как раз линии, на которых там номера подписаны, а внизу сноски такие спутники, где вращаются. И я, между прочим, здесь сразу мне бросается в глаза филе, который мы рассматривали недавно. Да? И розетта. А где, где? А я сейчас тебе покажу. Вот. И вот розетта, вот филе. А, название снизу, дерьмо. Я выше пытался название прочитать, там где орбитэйр, лендер. Да, здесь прямо написано, что розетта это орбитальный спутник, а филе это лендер, именно станция, которая опускается. Вау. Которая прелунная, да, это прикольно, то есть мы что-то знаем уже. Представляешь, мы скоро и лунными масками будем? Так мы все эти будем знать. Хайдженс, там вот есть станция на Титане. Охренеть, представляешь, ты вот, ты представляешь? Вот. Дальше показаны, опять же, фрагментик такой, Сатурн, и в несколько уровней точки стоят. Но это у Сатурна просто до хрена спутников именно природных. Да. Лун. Я так понимаю, это их название, без прикольчика. Конечно. И они всякие Калипсо красивые, Янус. Янус это, кстати, красивое. Эпиметус, Прометеус. Самое главное, давай для наших подписчиков, слушателей, зрителей, здесь есть вообще ссылка, чтобы скачать и распечатать себе в офис повесь? Я вот здесь есть несколько PopChartLab. Я думаю, вот вторая ссылка для чартов Cosmic Exploration. Да, здесь есть PopChartLab. Да, она очень долго грузится. Click Image to Activate Zoom. Блин, 38 баксов она еще стоит. Ну, в общем, нормально. ну нет, 38, я надеюсь, это все-таки уже отпечатаны. Потому что, блин, 39, на 27 здесь размер. На футболку себе такую за хрена? Представляешь, ты идешь? 39 на 27 и тут у тебя футболка, ты, я не знаю, 5 XL. Как Крис Коэр, примерно. скорее всего. Лайк, лайк за то, что мы опять шутим над Крисом Коэром, над тем, что он толстый. Толстый разработчик. Да, толстый. Ну, тут Zoom прям неплохой, я тебе скажу. Я сейчас смотрю, там, хорошо. Сатурн, Митон, Дион, Хиперион. Отличное название. Окей, следующее про наши российские разработки, статья. Ух ты. Российский процессор Байкал. Все мы знаем Байкал, собственно, я надеюсь, для наших вообще не секрет, что Байкал, это в принципе такое озеро у нас есть. Это еще газированный напиток. И такое газированный напиток. Озеро, между прочим, самое глубокое, оно там одно из топ глубоких озер. Так оно топ по количеству пресной воды в одном месте. В одном месте, да. И самое главное, что, вот мне кажется, в таком озере, как Байкал, должно быть какое-нибудь Несси, Лох-Несское чудовище какое-нибудь. Да, потому что там очень крутые, на самом деле. В Байкал-Эссе. Да, очень крутые природы. Да, там знаешь, кто должен жить? Тот, кто напился газировки Байкал, вот такие люди. Так вот, короче говоря, российский процессор Байкал, это просто название. Чуть-чуть еще. Я недавно уже, может, год назад смотрел Байкал Орел и Решка. Я вот себе представляю, что Байкал представлял. Это такое озеро, вот ты идешь по лесу, практически раздвигаешь лианы, так и оп, и Байкал. А там оно в пустыне сраной находится, вообще реально в пустыне. Ты стоишь, и вот перед тобой Байкал, и там буряты только живут вокруг него, и все. Прикольно. И там даже у них, из-за того, что буряты не буддисты, самый дорогой отель на Байкале стоит тысячи четыре в месяц. У нас и Челябинские дорожки стоят. Я знаю, что там буряты. И там одноэтажные деревянные дома просто. Это самый топ, что может быть, потому что буряты верят, что там типа не в роскоши, счастье там, а так далее. То есть там прям вообще прикольно. Прикольно, прикольно. Так вот, собственно, статья-то про процессор Байкал, под названием Байкал T1 T1. Я думаю, что можно по-русски называть, потому что так российская разработка, Байкал Electronics, между прочим, называется. Российская, потому что разработка. Российская. Маленький процессор такой, 5-ватовый, я так понимаю. И может работать даже без радиатора. Ну 5 ватт, это очень маленькое измещение тепла, это просто нихрена. То есть вообще не выделяет практически нихрена. Процессор встроенный три контроллера Ethernet, 2 гигабитных, один 10 гигабитный. Охренеть. То есть, в принципе-то, в принципе-то, это нормально, но читаем дальше. Контроллер памяти DDR3600, оперативка, которая, в принципе, то есть я так понимаю, контроллер памяти, ты можешь туда поставить DDR3 дополнительный. Ну не в сам процессор, а в смысле просто контроллер, он теперь не в северном мосту по новым архитектурам, а в самом процессоре. Поддерживает до 8 гигабайт. Всего лишь. Но зато по частоте 1600, не по старой 1333, а вот по 1600. Хотя это тоже уже давно не новость, о чем то, что DDR4 память вышла. Ну ладно. Ну вот, контроллер SATA 3.0, 6 гигабитных. И PCI 3.0, что характерно. То есть не совсем старье. Не совсем. Контроллер USB 2.0, вот это старье. Ну, чуть-чуть от этого. Да. Процессор сам, собственно, сделан по техпроцессу 28 нанометров. Как мы поняли, сейчас топчик это 14 нанометров. два раза меньше уже. Стройный кэш 1 мегабайт. Сейчас где-то и 6 встречается. Да. Ну и частота 1,2 гигагерца. Мы к чему это все читаем? К тому, что в принципе процессор не самого нового такого порядка, да, но он маленький. Но с учетом того, что это мы-то вот прям с нуля практически все теперь разрабатываем. С учетом того, что чуваки паяльниками реально замутили. То есть не то, чтобы там... И тут, как бы опять же, там есть обсуждение огромное про то, что, чуваки, а у нас вообще откуда опыт делать про ЦИ 28 нанометровый? Там прям бы длят практически в комментариях и говорят, что, а чуваки, какая-то российская разработка, если у нас даже не было опыта производства. А чуваки пишут, что они до этого в Тайване там где-то работали и просто сделали у нас уже от души, от сердца. По производительности сопоставим с процессорами Intel Atom и процессорами современных смартфонов. То есть можно, в принципе, даже в ноутбуке, в маленькие ноутбуки ставить. Да, здесь дальше будет фотография как раз плат для тестирования формата Micro ATX, который в неттопах и используется. Между прочим, мне нравится, что они заказали у кого-то там, сейчас я скажу у кого, типа у Lenovo, да, у Lenovo они попросили, давайте сделаем моноблоки, вот с этим вот, как бы, с этой комплектухой. Так. Мне подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве с компанией Lenovo. Lenovo уже продемонстрировали рабочий образец моноблока Think Center, Tiny in One 23. Просто компания Т-платформа тоже начинает производство моноблоков Таволго-терминал ТРЦ-Т22ВТ. Мне нравится, что это Таволго прочитал, я сначала прочитал Таволго, потом Траволта мне как-то... Не, ну я просто знаю, что Таволго это чуть ли не птица такая. И, собственно, они тут Таволго-то хотят вообще все супер открыто использовать. Смотри, Linux, LibreOffice, то есть, хрена-та открытая, и браузер Firefox. Практически, практически хотят бесплатно нам отдавать это все. Ну, прикольно. Вот. Просто постоянно же были, так скажем, темы о том, что пока серия маленькая, я имею в виду производство серийное, и будет из-за этого очень дорого все. И пока будут ставить только в налоговые, там, на военные базы и так далее. Ну да. Хрен поймить, что здесь по цене, я зашел к ним на сайт, они сказали прям свяжитесь с нами, и мы свяжемся с вами. Отлично. Там дальше есть, в принципе, можете обратить внимание на фотографии, которые здесь представлены, очень хорошо все показано, как это все выглядит. Я на данный момент как раз MicroTX-плату показал, она тоже байкаловского производства. Да. Ну, здесь на мониторах Samsung мы видим, в принципе. Design by T Platforms. Да-да-да. Ну, здесь очень прикольно. Чувак пишет, что эти скриншоты как будто какие-то грустные животные на них изображены. А, ну там именно про топологию. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Это надо еще в Deep Dream алгоритм отправить, возвращаясь к прошлому подкасту. Да-да-да. Прям смешно. Кодовое имя, лошадка, уплата номер 1. Там прям такая нарисована реально. Только там зебры, конечно, а не лошадка нарисована. Вот. Есть отладочная плата в стандартном формате Micro ATX. Я так понимаю, туда можно вставить, собственно, Байкал Т1. Здесь показано. Он чуть... Мне почему-то кажется, он прям распаян на ней. По крайней мере, я не вижу, а за что его зацеплять, как вытаскивать. Мне кажется, он прям распаян в ней. Он как-то, да. И она достаточно маленькая, ну, как выглядит. Ну, Micro ATX. Да, повторюсь, она... В ноутбук поместится, наверное, я думаю. Я надеюсь. в ноутбуках не они используют, в Питере стоят. Вот это оно. Возможно, на кассы и будут продавать. Так вот, самое главное, что отказаться от IBM, короче, наших вот этих касс. А, кстати, я не видел сейчас вообще, какие кассы у нас. IBM. IBM, да. Ну вот. Здесь есть фоточка еще прикольная, где чуваки в свитерах сидят, офис с программной части разработки. И там чуваки практически с паяльниками сидят, что-то тестируют. Байкал, вон там у чувака написано с символами. Там у... Во-первых, с днем рождения у кого-то шарики. Да. А чувак слева, у него очень много липких стикеров. Интересно, что там написано? Помой посуду. Да, да, да. Пить молока. Пить молока, припаять процесс. А, собственно, вот его поближе нам показывают. Именно его как раз. У него там на ноутбуке Байкал. Написано Байкал какой фирмы? HP? HP, да. Ты, фу, ты, блядь. Ты думал, Байкал будет тебе? Я... Хотя бы Т-платформа. Ну, короче, прикольно, прикольно. Наши что-то делают еще, что-то. Не, я горжусь. Я прям честно скажу, горжусь. Следующая тема советские диафильмы. Собственно, продолжая тему что-то делания. Диафильмы, которые никто сейчас не знает, те, кто сейчас уже в шапках в Бордерлендс бегает. Диафильмы такая хрень была, которая... Ты застал, Никита? Я застал, у меня были, я даже что-то на них смотрел, там, нажимал. У нас даже вот в этой квартире сейчас они есть. Вау, то есть можно диафильмы смотреть? Да. Это хрена та, которая, я так понимаю, без звука, насколько я помню. Конечно. Там просто пленка, ты ее крутишь. Ты ее крутишь, да, и ты смотришь практически через проектор на простынь. Это, знаешь, следующий путь назад, если на один шаг назад отойти, это мультики, которые, знаешь, вот так вот, если перелистывать быстро, короче, тетрадку. Ну да, да. Мультик лежит там, Микки Маус, да. Микки Маус, да. Вот диафильмы. Короче говоря, вот эта хрень, которая была много у кого в Советском Союзе, и много кто смотрел и увлекался, и даже чуваки пишут, что все еще не умерло, а многие приложения на телефоны косят под диафильмы, то есть, что просто прочитали. Ни одного не встречал. Ну вот, тем не менее, короче, сейчас идет оцифровка диафильмов. Пишут, что Российская государственная библиотека собирается оцифровать все диафильмы, которые у нас есть, а это на минуточку около 16 тысяч пленок. Охренеть, а вот индустрия-то была. Да, то есть, ты представляешь, это были 16 тысяч историй. Отдельных, 16 тысяч маленьких историй со своими героями, с завязками, развязками. Какие-то фильмы, да, то есть, это вообще досвиделось. Представляешь, что у нас 16 тысяч подкастов будет? И оцифруют их потом. Их потом инопланетяне уже в какой-нибудь там суперформат. Да, у нас, кстати, заметь, кольцевая композиция в подкасте. Мы начали с ностальгии и ей уже и заканчивали. У нас, правда, там еще пару тем нормальных будет как раз. Тоже ностальгия еще, в библиотеке работа кипит. Можете посмотреть и пишите в комментариях, какие у вас были любимые. У меня был любимый про Машу, которая не хотела спать на подушке. Охренеть. И она типа не могла ночью спать, ей подушка хреновая была. Она пошла, попробовала собаке в будке поспать, ей не то. Укурно на сесть и попробовала, ей тоже не то. И потом она вернулась и, блин, подушечка такая крутая. Она легла спать и мне всегда на ночь этот видеофильм показывали, когда мне был там годик, два, три. То есть еще там обучающие. Там прям они познавательные были, воспитательные. Вообще это круто. Круто. Так, и следующая новость. Привет, последняя. Икс-хромосомы. Очень прикольная на самом деле. Я думаю, что это нам проплатили создатели Марвел Вселенной, я так думаю, потому что как бы я не помню, мне деньги поступали. Короче, вот это оно. Из-за мутации в икс-хромосоме некоторые женщины различают в 100 раз больше цветов, чем обычные люди. Так вот, некая художница Кончетта Антико. Как бы это не звучит. Видимо, какая-то Португаль, Португаловская, я не знаю, чья это. Чья-то. Можно нажать, кстати, на Кончетта Антико. Да, да, ты пока говоришь, я нажму. Так вот, она осознала, что богатство красок, которое она видит, она не употребляет наркотики, в окружающем мире недоступно для зрения остальных людей. Я, в принципе, забегаю опять же вперед или назад, непонятно куда. Все же говорят, что у мужиков может быть дальтонизм. То есть они могут быть дальтониками, а женщины не могут, потому что у них опять же вот какая-то там из хромосомы некоторые женщины. И вот она подумала, что вот эта хренотень у нее из-за генетической мутации стал результат. Оказалось, что это симптом... Так не подумала, а оказалось так и есть. Да, оказалось, что это симптом тетрахроматии, восприятие видимого диапазона спектра электромагнитного излучения комбинациями четырех основных цветов, а не трех цветов, как у нормальных людей. Ну у нее здесь дико-эдичный сайт, извини, я перебью. Она там семинары уже всякие проводит, там учит людей и так далее, но не сказано откуда она, и вообще ей уже сто лет. Написано, что San Diego Upcoming Shows. San Diego это что у нас? Это Калифорния. То есть она в принципе такая светская львица, будем говорить. То есть ей дохрена лет, это не то, что 15-летняя iPad Pro, нет. Это все-таки тетенька. И она... Возможно, она какая-нибудь фрик еще какой-нибудь там местный. Она, возможно, подбила менить пол, потому что у нее волосы еще крашены. Она, конечно, может быть просто шоумен, и она, грубо говоря, поддерживает свой имидж цветовой дивы, так скажем. И поэтому, ну не знаю. То есть тут это... Короче, вот здесь говорят, что обычный чувак нормальный, он распознает три типа рецепторов у него. Чувствительная область. Длинные волны, красный цвет, средние волны, зеленый цвет, и короткие волны, фиолетовый, синеватый. Некоторые ученые предполагают, что тетрахроматия свойственна двум-трем процентам женщин, или даже больше здесь написано. Но чтобы она реально проявила себя, вероятно, нужна тренировка вот этого гена. Причем я быстро вернусь назад, вот этот рецептор коротких волн фиолетовый, синеватый, он мутировал из ультрафиолетового в какой-то момент тридцать девяносто, тридцать девяносто миллионов лет назад. То есть, в принципе, мы когда-то ультрафиолет видели, австралопитеки его видели, и неандертальцы, вот блин, рисовать-то они тогда не особо умели. Наскальные рисунки, да? Да и пигменты не все были, понтон тогда тоже еще не существовал. Я не очень понимаю, что вот здесь есть картинка, то есть, одна из картин Кончеты Антико, первого в мире подтвержденного тетрахромата. И как бы картина нам не очень передает, что она что-то видит больше. Так, потому что мы-то не видим. У нее-то там возможно вообще эпилепсия полная. У нее, ты думаешь, Deep Dreams там? Скорее всего, она у нее там кошки, собаки, нас видосы. Тем не менее, там дальше будет картинка, которую мы типа должны видеть, которую она видит. Но мы сейчас посмотрим. Короче, здесь пишут, что здесь всякое, описывают, что да, там мы действительно видим по-разному, колбочки, палочки, бла-бла-бла, RGB. Так вот, как и предполагали ученые, Антико показала гораздо лучше результат по всей вот этой хрени. То есть в этом тестах, да. Она в военкомат тоже пришла, и она буковки все увидела. и еще говорили 307. Она все это различала спокойно. Для объяснения особенности зрения эти трохроматы, авторы научной работы приводят фотографию с отображением участков, на которых проявляет чувствительность дополнительный четвертый тип рецепторов. Ну и там показывают, что это такие светлые какие-то участки, и там небольшие детали, на которых проявляют. Да хочешь, мы сейчас должны врать, кто-нибудь, я или ты, блин, я вижу. Вот они, да, вот он побежал, слушай. Тетрахромат. Побежал. Так вот, и вот еще одна иллюстрация, которая дает возможность представить, какие оттенки видеть тетрахромат. Представляешь, надо нового вводить X-Men, а тетрахромат. Человек тетрахромат? Да. Хотя мы не способны не увидеть, хотя мы не способны не увидеть это, но на своих импрессионистских картинах Кончета Антика как бы усиливает их, чтобы оттенки стали доступны в нашем зрении. И вот она, есть фотография, тут как бы несколько так в проекции или как это, в перспективе, в перспективе нарисовано несколько каких-то супер, в Сан-Диего, видимо, такие растут деревья. Типа тополей что-то, ну да. Типа тополей что-то, тополей М, возможно. Так вот, она нарисовала картину, как она это видит и усиливает некоторые краски, то есть вот, допустим, здесь на поле, на холме видно, что несколько розового есть, хотя мы это не видим в реальности, да? Она просто у нее зрение, хочешь, она клевер все-таки видит, опять же, мой, да, ну и она, у нее все охрененные оттенки все сочетаются, то есть она что-то типа видит. Напишите в комментарии. Мы верим ей, конечно, но она вообще из себя бренд, конечно, сделала, что там говорить. Да, я сейчас просто ездить в комментарии, где ее просто посылают куда-нибудь подальше, нет? Ну, тут, что характерно, для Geek Times 253 комментарии, это охренеть, как много. Да, и тут приводят некоторые коллоквиумы, как чувак, как устроен свет, там вообще досвидос. Там просто комментарии сракистические. Так вот, почему он цвет кодирует 32 битами, а не 24? Кто-то из стандартизировавших был тетрахроматом женщины. Ха-ха-ха. Хорошо. Так вот, последняя статья в этом подкасте ученые впервые вырастили в лаборатории человеческое сердце целиком. Ноучпоп, я напоминаю, у нас. Да. Тут какой-то, знаешь, мне вот этот аппарат напоминает титан, который в поезде стоит, в который ты трясащийся рукой идешь, наливая себе под кофе кипяточек, разливаешь на проводницу, которая выходит. И у тебя там сердце. А у тебя, а у нее хоп, у нее сердце так же обугливается, то, что ты ее ошпарил кипятком 100 градусным. Так вот, генетики из Массачусетского госпиталя и медицинской школы Гарварда успешно провели эксперименты по выращиванию человеческих сердец в лаборатории. На каркасе, взятом от непригодных для пересадки доносных сердец, наросли ткани, выросшие из стволовых клеток, полученных из кожи пациентов. Профессор Савельев вот всегда говорит, что стволовые клетки это бред. Это так не бывает. А чуваки вырастили. А че ты? Так. Видимо, он бы просто из дерьма мог вырастить, если бы его попросили. Так вот, пациенты, которым необходима пересадка органов, даже в случае успешного нахождения донора, сталкиваются с проблемами отторжения организмов чужеродных тканей. Часто же донора найти не удается, что приводит к гибели пациента. Ну, в общем, им удалось реально что-то вырастить. Я не очень понимаю, какого хрена, во-первых. Для выращивания органа необходим каркас, на котором постепенно нарастают ткань. Они нарастают, простите, в дружелюбной среде или просто сами нарастают? на каркасе. На каркасе. То есть, если каркасы не будут, не нарастут. То есть, они принимают, так скажем, состав каркасных клеток. Так вот, для выращивания органа необходим каркас, и это просто, да, в эксперименте были использованы 73 донорских сердца, признанных непригодными к пересадке. Представляете, чтобы одно вырастить, 73 использовали. Но они непригодны. При помощи детей каких-то африканских взяли, чтобы Трампу вырастить новое сердце. При помощи специального детергента, нехорошо, хоть не дивергента, из исходных сердец были удалены все клетки, которые могли бы вызвать отторжение. Вот что, вот детергент, detergent, это просто чистящее средство по-английски, но вот с помощью детергента. Хорошо. С помощью ферри. Помыли просто, да, или ферри. Да, в общем, очистили сердце от всякого дерьма, и взяли чистейшие клетки, которые нормально усваиваются, и наросли, короче, они на этот каркас, и, в принципе, получили сердце, как я понимаю. Затем, ученые использовали технологию маточной РНК для превращения взрослых клеток кожи в стволовые, которые бред, кстати. Это также достаточно новая технология, считающаяся более эффективной, чем генной манипуляцией. Клетки затем были индуцированы в воспроизведение сердечной ткани. Как они вот индуцированы? Компьютер загрузили, вот выбрали сердце. Это вообще, это как... Случайно жопой нажали не то, хоп, печень наросла. Как мультиварку, да, то есть нажала. В течение двух недель в питательном растворе мышечные ткани нарастали на исходный сердечный каркас. После этого, подав электрический разряд на новые органы, ученые обнаружили, что сердце начало биться. Так можно и собачье сердце сделать. Лицо лайк! Охренеть просто. Короче, в общем, вот такая новость прикольная. Завершая научпоп, а ты, кстати, не кинул мне обойку, которую мы сейчас хотим обсудить в конце подкаста. Кинул сто лет назад. Нажми шея медиа там. Да, да, да. Типа расшаренные какие-то. Да, да, да. Сейчас я открою. У нас там просто между коньяком, который пьет Кузичев подкаст. Да, я открыл. Вижу. Нашел. Вот если бы мы были кончеттой, как ее там, возможно, здесь бы розовое, фиолетовое увидели. Но я думаю, даже она сошлась бы на том, что на этой картинке наш подкаст... Я согласен. В принципе, передает наш... Как ты думаешь, наш подкаст это конкретно вся атмосфера? Это гладь водная. Водная гладь. И мы с тобой вон там вдвоем идем справа вдвоем. А вдалеке двое. Это Алексей Атаманов и Антон Яценюк, которые нам тему предложили для этого подкаста. Согласен. А почему мы идем по воде? Мы уже как бы... Мы как Иисусы, конечно. Мы только мы знаем по бриллиантовой руке, что там горб такой идет просто. Да, да, да. Отмель. И так далее. Мы просто проводники вас. Если вы именно за нами будете идти в этой водной глади, то все нормально. Вы пройдете по миру веб-разработки, веб-дизайны и всего остального. Как Алексей Атаманов? Естественно. Они, видишь, они вообще впереди идут. Мы по ним, по их следам, так скажем, идем, а они прорываются сквозь все эти ленты с хакеру. И где они еще там это читают? Там акулы их жрут пиранью с разных сторон. Они время свое тратят. А мы уже по протаренной дорожке идем по Миронову. Да. Опять же, с бриллиантовой руки. И да. Я еще сейчас какую-нибудь папку фоточки с отпуска туда поставлю им рядом. Они к ней эти пойдут. Значит, играться. К отпуску. А к работе, дальше куда-нибудь уберу вообще и все, и нормально. И в стикерах оставлю. Так что да, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в новом ВКонтакте, в обновленном. В Твиттере, в Фейсбуке. В Фейсбуке у нас, внимание, 500 подписчиков теперь. Да я в Твиттере, внимание, там уже тысяча практически. Ну не практически, еще нет. Когда будет тысяча, я скажу, что будет тысяча. Подписывайтесь. Да, поэтому подписывайтесь в Инстаграме еще и в Гугл Плюсе. А еще пишите нам на Ютубе комментарии, в Итюнсе и ставьте там звездочки. Вроде все, сказал, ничего не забыл. Отлично. Да, поэтому увидимся через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня и недели. Пока. Пока.